Вот наши брюки. Мы сейчас их краем. Начнем сейчас с передней половинки. Что мы делаем? Мы с тобой все загибали, всю заднюю полынку мы загнули. И чтобы нам вот это не выбивалось, мы специально перенесли, прокололи нашу долевую. Видишь, вот такие дырочки. И вот так вот будем сейчас прикладывать нашу детальку. Вот видишь эти дырки долевой? Мы сейчас будем устанавливать нашу долевую и начинать краить. Помнишь, как это надо делать? Я вам рекомендую всегда не от низа, наверное, краить. Да, потому что у нас там еще большой кусок внизу лежит. Там у нас еще на что-то будет. А мы в данном случае кладем, например, кверху. Хотя можно было бы по-другому. Просто она сейчас легла, передняя половинка вот так. Поэтому мы так сейчас и оставляем. Можно было бы перекинуть, но тогда у нас вот здесь будет сейчас лежать кусок ткани. Нам просто неудобно. С какой хотите, с такой и кроите стороны. Значит, что перед кроем нам нужно сделать? Нам нужно померить с тобой. Вот тут у нас должен быть один сантиметр минимум. Да? Вот тут по передней половинке один сантиметр. По боковому два. Можешь в общей вибра. Не переворачивай. Вот так. Да. Ага. А здесь по гульфику мы не даем припуска. Вот здесь по гульфику, по вот этой линии мы не даем припуска. Хорошо? Значит, что мы делаем? Вот, в принципе, меня сейчас вот эта линия вся устраивает. Мы можем даже вот сюда на сантиметр подойти. И измеряем вот по проколу. Это наша кромка, ну, долевая, да, с тобой. Вот мы видим, что здесь 17,4. Так, сейчас давай я вот так вот поставлю, да? Что где-то легла ровно кромка. Но, естественно, мы перед тем, как кроить ткань, и постирали, и проутюжили. Ой, извини, спора. Так, значит, еще раз давай сейчас промеряю. Вот, ровно 18 сантиметров по столу. И теперь с этой стороны. Вот теперь нижнюю часть. А здесь 17,5 сантиметров, вот, от этой точки до стола. Мне надо немножечко вот так подвинуть. Потому что только после того, когда мы установили долевую, мы имеем право кроить нашу вещь. Тут почти 18, 17,8. Сейчас здесь посмотрим. О, 17,8. Все. Вот эти расстояния одинаковые от долевой. Только тогда мы продолжаем с тобой кроить. Зажимаем нашу выкройку. Ну, чтобы она у нас точно не подвинулась. Ну, можно там более маленькими какими-то. Сначала ставим вот эти вот все стопарики. Ну, вот, чтобы вдруг, если мы случайно собьем, чтобы мы могли навести. Вот наша с тобой половинка, да? Вот это гульфик уже пошел. Ну, вот эти вот, да? А потом здесь 1 сантиметр. Здесь 1. Вверху 1. А по боковому 2. А книгу 10. Хорошо? Все обводим. Обязательно намечаем линию колена. Вот она. Обязательно. Это очень-очень важная метка. Это вот это, что ли, колено, да? Крайне важная. Вот сейчас тут можно по припуску как-то что-то сместить. Возьмите вот так вот. Совместите линейкой. И проведите дальше. Вот так. Поняла? Потому что можно в кость, в кри, ну, как бы слегка сместить на пару миллиметров. И будет погрешность. А нам погрешность вообще не нужна. Вот давай ини сразу же. Зафиксируем вот этими вот стопариками. И обводим тонким мылом с припусками. Вот нам надо вынужденно прерваться. Поэтому мы скалываем нашу переднюю половинку сейчас. И потом, чуть попозже, будем кроить на неделе уже и заднюю половинку. Только тогда обрезать. Потому что я не могу сейчас взять, сложить весь этот крой. И, ну, не заколовши. Смотри, вот так берешь, чиркаешь стол, поднимаешь, вкалываешь. Ну, как бы себя колешь, но не колешь, да? Вот так вот. Да, мы сейчас ее наколем и оставим. Так, вот так вот. И вот так вот через где-то 10 сантиметров все везде прокалываем. Аккуратненько я сложу твою ткань и где-то положу. Хорошо? Так, вот мы начинаем кроить заднюю половинку. Смотри, теперь мы розовую линию загибаем, видишь? А по синюю, наоборот, синюю загибаем, а по розовой все вот это как задняя половинка, которая больше. Вот так вот ставим. Смотри, можно вот так вот приставлять вот сюда. Здесь можно сразу формировать 2 сантиметра шоу, вот по боковому, там где максимальная выпуклость идет, да? Вот, можно там чуть-чуть даже выше делать. А теперь вспоминаю, что мы должны делать. Долевую же мы должны навести сначала, да? А только потом все остальное. Долевая у нас вот идет, да? Вот она. Давай сейчас вот здесь измерим от края стола. Вот ровно 46. И нам нужно, чтобы здесь было 46. Здесь 44. И вот так вот подвигаем. Сейчас мы смотрим, сколько здесь. Здесь 45 и 3. Здесь давай проверим. Все равно 46. Потому что когда ты начинаешь класть, оно начинает вот здесь тоже изменяться, эта линия. 45 и 8. 45 и 8. Все. Вот теперь вот эти, относительно долевой, да? Вот эти два расстояния должны быть одинаковые. Вверху брюк и внизу брюк. Вот, а теперь начинаем обводить. Тоже по боковому 2. Вверху 1. А здесь 2. Вверху и плавно сводим на 1 сантиметр. На всякий случай. Ну, я обычно вот здесь всегда 2 сантиметровую даю. Вот сюда на 1 сантиметрик. Вот так вот свожу где-то вот к этой точке. Здесь 2. А сюда плавно-плавно уже иду на 1 сантиметр. А здесь у нас сантиметрик идет, да? Ну, сначала обводим. И помним, что про наши любимые надсечки в районе колена, которые являются для нас основополагающими. Я, конечно, вам там могу показать, как можно без надсечек собирать брюки, но чтобы у вас не было вот этих всех погрешностей, ну и потом бед каких-то, то лучше сразу все оснаравливайте под колено. Хорошо, помнишь, мы стопарики сначала делаем вот эти вот, да? Ну, пунктивно ли вы? Да, давай, пунктивно вот я тебе поставила. Главное, ну, не совместить, ну, не смести, да? Ну, все, пауза. Так, как нам наметить нашу выточку? Вонзаем вот сюда вот и чиркаем мне стол вот так вот в булавку, да? А здесь ставим вот такими вот... А потом берем вот так вот, поворачиваем на себя вот эту иголку, так вот заворачиваем, вот так. Все по булавке, все, мы ее перенесли. Здесь у нас все хорошо, здесь только чуть плавнее надо было линию сделать. Смотрите, вот здесь внимательно намечайте эти линии, потому что вот сейчас я тебе корректировала, вроде бы, но тут меньше сантиметра ты поставила припуск, а там больше сантиметра, и линия какая-то была кривая. То есть корректируйте какими-то там наметками, чтобы она была понятна, как она должна быть в итоге. Значит, теперь мы это убираем, и теперь делаем основной вот этот вот крестик, да? устанавливаем, сводим вот так вот линию. Сводим вот так вот. Все, теперь берем и опять же так же само все вот это вот накалываем, вонзаем, чиркаем на стол, и вот так вот до низа накалываем. Единственный момент у нас тут по передней половинке, смотри, вот так вот сведи, мы чтобы на отсечку поставили, где центр переда, да, и вот так вот плавно-плавно сводим. И вот здесь, чем плавнее будет линия, тем меньше у нас будет заломов по паху. По паху. Давай сейчас вот так перепроверим, какая линия, да? Все правильная линия. Вот только тут больше, чем надо. Ну, ничего страшного. Потом его срежем. Тебе просто надо было не от прямой линии намечать. А, кстати, у тебя гульфик неправильно здесь намеченный. Здесь она была вот к этой линии, к розовой, вот так под прямым углом. Вот здесь ничего не срезаем, вот этот припуск. Вот здесь не срезай, хорошо? И нам вообще он такой большой не нужен. Мы будем сейчас срезать с тобой по вот этой линии. Да? Да, давай сейчас тебе сразу скорректирую. У нас должен быть 5-сантиметровый, больше нам точно ничего не надо. Вот, тут 5. И вот это 5, да? Вот так вот, чик-чик-чик-чик-чик. И вот так вот по вот этой линии будем сейчас стричить. Хорошо? Накалываем и начинаем накалывать все параллельно низу. Покажи параллельно низу через каждые 10 сантиметров, да? Вот, вырезаем. Аккуратненько только, если что, переспрашиваем. То есть, по вот этим линиям мы вырезаем, да? По крайней. По крайней. Но если что, то переспросим. Хорошо? Смотри, вот здесь вставляем нашу булавку. Вонзаем, чиркаем стол. Здесь делаем по 2 миллиметра надсечки. Да? На вытачке. Потом ее берем вот так вот, переворачиваем. Намечаем вот так вот крестик. Убираем вот эту вот булавку. Посмотри, заметьте, это все перед раскалыванием еще. Вот так раздвигаем. Вот наши, да? Вот эти вот надсечки мы нашли. Теперь вот так вот проводим. И вот так вот. Вот так вот. Все. Вот мы ее свиньи. Теперь вот это вот все можно будет полностью раскалывать. Тут надо вот по вот этой линии пройтись. Обрезать по вот этой линии. И здесь же, помнишь, мы же надсечки скармили. 2-3 миллиметра в обязательном порядке. Так, переведены по задней. Мы без надсечек не собираем, да, брюки. Еще раз показываю. Вот так не режьте, не делайте мне вот эти надсечки. Минимум на сантиметр начинаете резать. Только вот так вот. Либо концами ножниц, либо режиками концами. Хорошо? Не надо по-другому делать. Обязательно в порядке нам нужно с тобой сделать вот здесь. Посечку. Центр переда. Чтоб нам легче было, если что, наводить наш этот самый. Что тут можно сделать? Давай мы сразу с тобой вот так вот наметаем. Только заметь, видишь? Без прикуска. Мы начинаем все намертывать. И собирать дальше. Вот здесь без узелка, видишь? Вот тут нет узелка. Три раза на одном месте мы делаем такую закрепку. Да? Два. И четко по линии сейчас пойдем наметывать. Три. Да? И вот так по столу идем. Вот так наметываем. Оп. Оп. Не слабо и не туго. Вот это будет туго. Вот это совсем слабо. Видишь? Вот торчит. Но надо средний вариант. Так. Да? И максимум сантиметр через сантиметр. В данном случае мы наметываем при сколотом гульфике. Вот это гульфик наш. Да? При сколотом гульфике. Все. Дальше. И здесь то же самое. Вот в этом месте будет закрепка. Три раза на одном месте. А потом мы расколем. И расколем. Я тебе покажу как дальше. Хорошо? После того, когда ты вот это вот все наметаешь, раскалываешь абсолютно все. Хорошо? Вот смотрите, как правильно сметать или сострочить нашу выточку. Складываем вот так по средней линии. Видишь? И здесь вот по прямой, и здесь. Так. Сложили. Вот. И уравниваем вот здесь надсечки. Видишь? Вот две надсечки. Вот они. Да? И по ровной линии. И сразу фиксируем вот так вот булавкой. Да? Можно вверх-вниз. Можно там посередине сразу. Ну, как вам уже удобно. Вот. И все. И сметываем так же самым. Три миллиметра в начале. Ой. Три раза на одном месте. В начале делаем закрепку сантиметровую. Четко по линии пошли. И четко в этом месте остановились. И сделали три раза в районе сантиметра закрепку. Четко в этом месте. Потому что это наша выточка. Да точно у нас такая выточка стоит? Хорошо. Все. Начинаем соединять заднюю и переднюю половинку. Сейчас мы еще дометаем тут выточку. Да? Потом смотри. Наши золотейшие надсечки. Можно даже нигде там ни почему особо не париться. Главное надсечки соединить с надсечками. И лицом к лицу. И передняя половинка к задней половинке. Вот это основные параметры, по которым нам надо сейчас это делать. И обязательный, важный параметр это. Все вы накалываете на столе. Или на полу. На чем-то скользком. Но не на руках, не на стуле, не на ковре. А на чем-то скользком. Пол или стол. Хорошо? Вот идеально совмещаешь вот здесь вот эти вот надсечки. Вот. Вот. Когда оно идеально вот это вот совмещено. Видишь, я вот тут до миллиметров. Поэтому мне недопустимо приблизительно рисовать колено. Да? Вот они совпали. И мы начинаем вот так перед строчкой закалывать булавкой. И потом выкалывать после строчки. Вот. Теперь возьми в общий вид. Смотри. И вот мы вот так расправляем. Вот. От коленки. Вот сюда вот вниз. Совмещая вот эти вот все линии. Да? Вот. И накалываем через каждые там 5-10 сантиметров. Вот так вот. Да? Вот. Мы сейчас с тобой все наколем. Твое домашнее здание. Все получится то. Наметаешь все. На следующий раз все померяем. Хорошо? Да. Вот так вот. Теперь сейчас покажу, как мы там с пахом, с бульфиком будем обращаться. А теперь вот так. Видишь, я так взогнула. В принципе, здесь можно сразу вот эту деталь сразу же накалывать. Вот так вот належи. Ну, мы ее сразу вот так сложим. Один из важных моментов, чтобы не крутила штанина, важно, чтобы вот одна, ну, боковой шов был параллельно лежал к шаговому шву. Если это лежит где-то вот так и появляется какая-то вот непонятная фалда, значит, тут что-то не то. Ну, я это в отдельном виде покажу, как найти правильно линию колена, если вы не поставили надсечки. Да, здесь тоже соединяем вот надсечки и накалываем. Вот, а надсечек в две стороны, и вверх, и вниз будем накалывать. Хорошо? Ну, вот так вот сейчас. Вот так вот накалываем. Вот так вот сюда. Как раз мы наметываем ровно посерединке вот этой линии. Да? И теперь дальше продолжаем наш боковой. Я к тебе специально сейчас придвигаю вот так вот, чтобы... Вот. Начинаем вот от надсечки, где колено. Да? Вот так вот. И накалываем. И накалываем. Да, вот так вот. Смотри, и туда никуда не смотрим. Нам там пока еще все далеко. Вот так. И дальше, смотрите, здесь очень важно. Вот где лежит ровно, там я сейчас буду накалывать булавками. Здесь оно не лежит ровно, я там не буду накалывать булавками. Вот так. Вот сейчас как ляжет. Все-таки у нас, видишь, два разных оката. Мы его специально высчитывали для того, чтобы у нас четко был боковой шов по боку. Ровно посередине, без смещения. Вот, смотри, дальше. Вот он лежит, и вот здесь вот так, видишь. Я подвигаю вот эту часть, вот она на этом расстоянии ровно, совмещаются вот эти срезы. Я вот так накалываю. Потом дальше. Так вот. Вот у меня. Так, и вот так вот. Видишь, вот так. Только смотри, чтобы здесь не было посадки. Бывает, что более крутой бок может быть. Значит, вообще через каждый сантиметр у тебя должна стоять булавка. Вот, видишь. Так. Вот, видишь, он дальше сам уже там, дальше выложился и лег. Главное, чтобы было без посадки. Если бы тут вот припуск, ну, нормально срезал, он бы четко бы совпал. Тут чуть-чуть не до совпадает. Вот, это касательно бокового. И, знаешь, наверное, покадывай на этом паузу, ставь. Вот, а теперь давай, что мы сделаем? Если мы все сейчас сразу наколем, оно может расколоться, и потом могут быть какие-то погрешности. Сейчас берем и боковой вот здесь вот так вот наметываем. Тоже три раза на одном месте закрепка, расстояние сантиметра. И максимум сантиметра через сантиметрик вот так до низа наметываем. Опять же, наметываем только на столе. Все только на столе. Хорошо? Вот ровно линия лежит, только после этого ты ее наметываешь. Когда она вот в таком вот состоянии, мы ее не наметываем. Мы ее вот так кладем ровненько. Может, надо чаще наколоть. Хорошо? Вот давай. Сейчас вылечки, боковой и часть шагового. Так, смотри, что мы делаем. Вот мы теперь приступаем к наметыванию, к накалыванию, наметыванию шагового шва от колена к паху. Вот смотри, рекомендую это делать, например, две половинки со стороны задней половинки. Вот смотри, я даже просто вот так вот выкладываю, и у нас четко совпадают до миллиметра все наши с тобой. Тут мы ее отогнем вот так. Ну, сейчас давай я накалываю, а ты сейчас снимай. Сейчас возьми в общий вид. И вот смотри, вот здесь главное, чтобы оно лежало срез к срезу и без напусков, без защипчиков. Ну, вот когда ты пальцем так проводишь, там все ровненько. Ну, сейчас очень хорошо выкладывается линия, потому что мы, когда делали выкройку, мы очень хорошо эти линии выводили. Здесь очень все красиво и хорошо. Вот видишь, вот так. Никуда не спеша, вот так вот накалываем, накалываем, накалываем. Оттяжку по задней половинке брюк мы не делаем, потому что мы вкрой не закладывали большое занижение по задней половинке. Все-таки у нас брюки женские, ну, ближе к прилегающему фасону. И, ну, в общем, мы еще будем, конечно, наверное, ее дорабатывать, эту выкройку, а может сразу с первой примерки будет что-то, как нам надо. Ну, дальше мы видео покажем. Вот смотри, вот. И здесь вот этот кончик, видишь, мы среднюю линию по передней половинке сметали, но на сантиметр нет и металля, да. И вот так вот закладываешь ее, и вот так вот мы накалываем и наметываем. Смотри, очень важная деталь в том, чтобы это сделать зеркально. У нас должна и вторая деталька тоже так же, вот смотри. А, смотри, она идеально в сантиметр-сантиметр, до миллиметра совпала выкройка. И так же самое со второй стороны должно быть, да. Поэтому, чтобы было легче это делать, мы давай сейчас вот эту часть дометаем. Вот здесь тоже закрепка три раза в районе сантиметра на одном месте. А только потом я тебе накалю вторую половинку, хорошо? В обязательном порядке мы все с тобой накалываем на столе. Обязательно, ни на руках, ни на стуле там. Вот на столе вот так разравниваем. Вот это, честно, мне сейчас не интересует. Интересует только там, где я сейчас буду накалывать. Главное, что вот эти два среза, они у нас совмещались хорошо. И мы вот так вот сейчас с тобой накалываем. Так, вот так вот, да. Мы сейчас опять же вот так формируем срез к срезу. Вот так. Вот, видишь, без напряжения, без посадки с одной или с другой стороны. И теперь вот эти вот все срезы вот так вот. Видишь, отгибаю. Ну, в данном случае вот эту часть можно и на руках накалоть. Главное, чтобы не сделали никакой припосадки. Вот, видишь, вот я его, как загнула, убрала полностью. Все, пожалуйста, наметывает. Хорошо? И сейчас я покажу, как средний шум. Потом подкраиваем пояс, наметываем и делаем пример. Значит, смотри. Сейчас одну штанинку мы вытаскиваем на лицо и втаскиваем в другую штанинку. Да? Так вот. Вот, формируем, как будто бы у нас вот такая вот одна штанина. Да? И вот, смотри. Так просто легче будет находить и выводить вот эту линию среднего шва брюк. Так, оп. Смотри, как раз она хорошо ложится. Вот, смотри, у нас тут даже идеально с тобой линия вся сошлась. Вот. И начинаем накалывать. Вот, смотри. Тут вообще у тебя сразу все хорошо. Видишь, какие у тебя золотые ручки. Красиво все. На золотые ручки. На мини. Не, ну а кто сметывал? Я что ли? Ты сметывал? Самая маленькая, что она была. Да ладно, не прибегняйся. Это. Все хорошо. Вот, идеально. Хорошая наметка. Все отлично. Вот. И вот так дальше накалываем, накалываем, накалываем. Молодец. Все хорошо, очень качественно, красиво. Вот. Здесь что-то они не совпали, Малеха. Что это они не совпали, Малеха? А, у нас просто здесь, видишь, чуть-чуть доехал припуск. Чуть-чуть. Ну, значит, тут сейчас как выпадет, так выпадет. И вот так вот накалываем. Только смотри, видишь, мы здесь 2 сантиметра, тут плавно на сантиметр. И вот здесь делаешь закрепку. Сейчас вот это накалываем, наметываем и подкраиваем пояс потом. Так. И вот так. Все. Вот тут по вот этой стороне будешь наметывать, потому что здесь виднее, да, эта линия. Все. Давай, Пау. Смотри, устанавливаем, вот я протягиваю сейчас вот эту ткань так. И маленькими линейками никогда вот эти расстояния не рисуем. Лучше взять большую линейку, сначала вот так вот начертить. Давай, знаешь что, чтобы мы не потерялись. Давай мы здесь наизнанке поставим крестики, что это будет изнанка. А сейчас новую линию проведем на лице. Мы ее ставим вот так вот, да. Как прямой угол. Да, вот так вот, да, поставили. Так вот. И я тебе говорила, сорок, два куска по сорок сантиметров. И шириной восемь сантиметров. В готовом виде у нас три сантиметра пояс. Да, и мы вот тут 8 и 8 это 16. Вот так. 8 и 8, 16. В трех местах сейчас вот так ставим. Неточки на всякий случай. Чтобы мы ровно могли прочертить. И соединяем. Все делайте длинными линейками, не делайте короткими. Потом у вас пояса не совсем точные. И потом у нас может на гульфике пояс неровно сходиться. Одна часть будет шире, другая уже. Вот это вот будет неприятно. А это все начинается вот с этих моментов. Чтобы просто сам пояс не раскроили до миллиметра четко. А мы с тобой вот так вот сейчас вырезаем. Среднюю линию не надо вырезать. Ты просто вот прямоугольник сейчас вырезаешь. Сорок на восемь. Мы продублируем дублерином. А только потом разрежем по средней линии. И потом будем делать формировку. И все. Теперь пауза. Вот мы отметили, где наша изнанка с тобой. Теперь мы взяли наш дублерин. Вот он, видишь, блестит. Это та сторона, которую мы будем вот так клеить. Но перед тем, как его клеить, мы его раскроили и пошли под водой. Намочили и вот так отжали. Чтобы он дал максимальную усадку. Если он будет давать усадку. А теперь мы его накладываем на ткань. Вот так вот. Видишь? Дал усадку. Видишь, с длины. Ширины он практически не дал, а с длины дал. Поэтому надо было хотя бы по сантиметру чуть больше крыть. А то бывает какой-то дублерин. Ну, бывает, что нужно и больше давать. Вот. Ну, теперь что мы делаем? Ну, вот так становимся. Без пара. Пар нам здесь не нужен. Вот так вот дублируем. До конца сушим. Досушиваем. Без пара и с давлением. Видишь, я давлю. Вот так. Давлю. Сейчас мы можем так, чтобы он присоединился. Ну, прижарился. А потом еще раз пройдемся еще больше додублируем. Чтобы он окончательно приклеился. Сильно большую тут не надо троечку ставить. Это два с половинкой. Потому что разная ткань бывает. Ее можно очень сильно дать усадку ей. Сильно-сильно не надо усадку. Все. А дальше теперь продолжаешь. Дальше ползу. Так. Значит, что мы с тобой? Мы продублировали наш пояс. Мы, по-моему, заснимали, как дублировать. Сложили лицом к лицу. И с одной стороны мы вот так вперед на сантиметр зашли. Назад на сантиметр. Да? И вперед теперь идем четко вот тут по речке на сантиметр. Да? Когда будете идти обратно, лучше убрать вот эту лавку. Видела? Тут сейчас смещение было. Смотри. Аккуратно. И четко по этой же линии идем, делаем закрепку сантиметр назад. Оттаскиваем всегда вбок. Обрезаем под корень. И идем обметывать один край нашего пояса на верлоке. Можешь перед этим разутюжить аккуратненько вот этот шовчик. Здесь вот смотрите. Просто у нас не везде дублерин ровно встык пришел. Ну, мы его прячем с тобой в припуске. Да? То есть ничего страшного. Ну, такое бывает. Давай тогда вот эту сторону и обметаем на верлоке. Только с лица и по вот этой стороне. Только сначала разутюживаем. Хорошо? Пауза. Так, вот мы по лицу вот соединили, разутюжили. Да? И по лицу вот тут где-то максимум один миллиметр. Чтобы была качественная строчка без вот этих пушистостей. Ну, в смысле без воздушных петелек. Да? Тогда вот буквально вот может ниточки срезать или полмиллиметра. Ну, мы едем. Едем. Здесь смотрите, чтобы было в разутюжку, чтобы случайно вот так не залезло. И все. Смотри. Мочим квачев, взбиваем его. Рисуем вот это вот все. Намачиваем. Ну, не так, чтобы оно прям мокрое-мокрое было, чтобы его выжимали. Вот так. И со стороны изнанки, со стороны той, где мы сейчас обметывали на верлоке, мы с тобой вот так вот приутюживаем, да, край. Вот этот вот оттягиваем. Мы то же самое с тобой же в юбке делали, помнишь? Вот этот оттягиваем, а этот припосаживаем, ну, как загибаем, да? Опять. Здесь уравняли и туда чуть повернули. Здесь, конечно, будет плохо оттягиваться ткань, потому что очень жесткий такой у нас дублеринчик, который, ну, может, небольшую, небольшой прогиб сделает. Ну, какой сделает, такой сделает. Мы тут максимально, что мы можем, мы сделаем с тобой. Света, а как мне теперь определить, где перед, где зад, на руках и я? Как, а потому что у нас надсечка не по центру, помнишь? У нас перед меньше, зад больше. Так, и здесь опять дальше тоже так. Видишь? У меня рука же синеет. То есть тут я под натяжением. Я еще же давлю на, вот так показываю, я давлю на утюг, придерживаю вот эту всю форму, что если я буду тянуть, он будет у меня убегать из-под утюга. А вот это то, что уже тут осталось, мы фиксируем на пьем, чтобы оно, это самое, остывало. Мы сейчас в реальном времени это все показываем, сколько я держу, сколько нужно держать там. Но может быть более деликатная ткань, может быть надо будет меньше держать. У нас, ого, три сантиметра, три, троечка стыд, два с половиной от сил. Да, и вот сейчас теперь вот так вот, смотри. Видишь, тут чуть-чуть она поломалась, ту форму. Бегом фиксируем. Вот сейчас паузу, пока остываю. Высохла, видишь, буквально-то меньше пяти минут прошло, он уже все питался, все высохло. Да, и мы с тобой вот так вот идем, опять же. Уравниваем, тянем. Уравниваем, тянем. О, хорошо пошло. Уравниваем, тянем. Не, хорошо тянется, смотри. Уравниваем, тянем. Уравниваем. Нам можно смело, с тобой, Маргарита, сейчас шить еще одну какую-то юбку. Солнце, полусолнце. Давай. Или вот давай рассчитывать ткани на вот тут горох из тавты. Начинай делать там прямую юбку. Платье хочешь? Хорошо. У тебя даже на телефоне на тавке было платье. А, вот ты, а, все, ты вот это хочешь платье. Хорошо. Очень хочу. Ну, кажется, у тебя будет ткань, он будет хорошо, знаете, ткань. Он будет офигенский. Только надо сначала выкройку платья пройти. Ну, да. Там с нагрудными, талиями, выточками, еще и с повышенной талией. У меня есть еще одна ткань, чем красивая. Можно, чтобы я там тоже платье. Давай то с платьем. Давай вот сейчас, чтобы ты вот оттяжку пояса еще раз прошла. Еще что-то, чтобы мы закрепили. Мы можем параллельно раскрыть, и ты параллельно, я хоть у тебя домашнее задание буду давать. Хорошо. Я подумаю, да. Давай подумай. Сейчас вот это остывает буквально пару минут, и мы сейчас еще кое-что тут покажу. Смотри, видишь, остались волны. Давай их устраним. Вот так мы просто сейчас сверху вот так вот приутюжим. Именно в том месте, где волны. Видишь, я такими движениями делала. Просто сейчас приутюжим и зафиксируем. Стой, стой. Сейчас мы вторую наш лапоть, которая не доделана или раздетая, как нато. Дожариваем, ну, в смысле, досушиваем. Да? Вот так вот кладем. Димочка, неси сюда. Сейчас буду его, да, вместе с этим совсем. Сейчас мы его тут заснимем, потому что его переключать не надо. Вот. Досушиваем. Да? Вот так вот. Видишь, и устраняем все вот эти поломы линии. И где-то, пускай еще пару минут, он полежит. И мы начинаем присоединять к верху наших брюк. И все. Наметываем и мерим, наконец-таки. Здесь вот так. Все. Сейчас пускай лежит. Вот это вот надо вот подраспароть, потому что мы с тобой будем закалывать боковой шов, для того, чтобы мы могли с тобой посмотреть, все ли у нас хорошо в паху. Ну вот, где гульфик, например, да, вот эти все моменты. Вот. Мы чуть-чуть ее подпарываем. А здесь ты ее до, ну, сделаешь здесь закрепку, где-то до сюда наметаешь. Вот. А теперь смотри, что мы дальше делаем. Перед тем, как наметывать кое, мы с тобой сейчас зафиксируем, ой-ой-ой, все наши срезы. Это что у нас? Выточка. Она у нас заутюживается назад. Да? Вот это средний шов. В любую из сторон, видишь, как будто я как заутюжила, только потом закалываю. Здесь то же самое. Вот я ее заутюживаю, вот она и закалываю. Потому что эти концы, помните, я вам все время говорю, они могут по-разному закладываться, ложиться и все остальное. Здесь то же самое. Вот так. И боковой вот в эту сторону. Еще останется нам гульфик заколоть и все. Больше ничего не надо. Да? Вот здесь то же самое. Только что-то у нас тут поплясали боковые. Тут что-то не дошло. Здесь вровень все было. Как это так? Ну ладно. Будем потом смотреть, что там. Так, вот этот гульфик тоже в одну из сторон закалываем. Да? Вот так вот. Сейчас я его закалю, чтобы он тоже там нигде случайно не тянул и не испортил нам всю красоту линий паху. Ну, причем не относящийся к конструктивным линиям, а всего лишь мы можем не так заколоть гульфик там, например. И все. Так, теперь берем наш пояс, пока мы его не разъединяем. И сейчас просто накалываем вот так вот. Ну, можно изнанку к изнанке. Четко вот тут уравнивая все три среза. Ну, можно чуть-чуть там выпустить вот так. Да? Вот. И вот так четко, как мы с тобой в юбке делали. Все то же самое, да? Вот так уравниваем здесь срезы, накалываем. А потом ровно на сантиметр будем наметывать. Сделаем, наконец-таки, примерку. Да? Вот так вот. Вот. Да? Видишь, эта линия в эту сторону вогнутая, а эта в другую сторону вогнутая. Вот. Через каждый сантиметр два. Где-то вот у меня по два получается. Мы укладываем эту линию. Только вот этот срез не растягивайте. Смотрите. Очень аккуратно. И потом какой-нибудь белой ниткой контрастной здесь 3-4 раза на одном месте делаем сантиметровую закрепку. И вот так идем на сантиметр по кругу, по кругу. И возвращаемся вот с этой другой стороны. Так, давай сразу я тебе вот это наколю, чтобы ты сразу это заметала. Тоже начинается. С этой стороны брови на четверку, да? Да. И мы вот так вот это дометаем. А потом пояс наколешь и наметаешь, и сделаем примерку. Вот смотри, ты наметываешь здесь очень далеко. Нам нужно ровно на сантиметр. Вот сейчас мы берем вот так вот линеечкой и проставляем вот эти сантиметры от среза. Потому что потом я не вижу, как никакие изменения в выкройку вносить. Ну, как бы, у нас же рассчитана эта примерка прежде всего на отработку выкройки. Хорошо? Вот это снимаем, вот эту наметку. Она нам недопустима, даже если это наметка. Вот отсюда здесь хорошо сантиметр. И вот сейчас по вот этой линии идем, идем, идем. И дальше там до конца доделаешь. Это очень-очень важно. Все вот убираются вот таким движением. Видишь, вот тут вот, по вот этой точке плавно сводится тут. Здесь надо бы продлить вот эту вот выточку. Вот я вот так держу вот сюда. Видишь? Вот. Вот я так беру под попу, а вот сюда вот нужно чуть продлить, чтобы здесь посередине было. Да? Вот так вот. Так. А теперь вот здесь спереди я еще буду корректировать пока. То есть у меня для меня дилемма. Либо я делаю полное облегание брюк, либо я все-таки полуоблегание делаю. Потому что у нас вот здесь спереди. Видишь, вот эти складки сильно большие гуляют. Я вот так вот беру вот здесь. И получается сантиметр нужно спереди забрать и три сзади. Ну, тогда вот здесь оно будет больше ломать. Вот тут сзади. Видишь, там сзади будет больше ломать. Это нам не всегда хорошо. В общем, сейчас буду думать. Потому что, видишь, я когда начинаю вот переднюю вот тут забирать, здесь получается отсюда идет легкая складка. Либо это нужно делать, вот ножки ровненько поставим. Видишь, вот она прям не сюда куда-то уходит складка, а такое впечатление, что сюда, что вот здесь много. Вот просто, может быть, надо будет корректировать только, может быть, переднюю половинку. Потому что мы вам с тобой 4 сантиметра делали, да? Вот здесь. Но если даже легкая пойдет заломка, нам придется тоже ее убирать. Ну вот, давай сейчас я вот так посмотрю, сколько. Ну, давай, может быть, сейчас небольшое изменение там сделаем. Ну, в общем, тут с брюками всегда может быть много примерок. Потому что вот эта вся зона ипаха, и попа всегда у всех своя собственная. И там подгонять очень сложновато. Вот здесь, видишь, вот она наплывает. Да? Вот здесь у нас вроде по бедру нормально. Но вот здесь сильно слабая вот эта строчка. Здесь нам нужно снять от сих до сих вот этот вот наплыв. Видишь, прогиб бедра свой собственный у нас есть. Вот от этой до этой точки нам нужно чуть-чуть, буквально пару миллиметриков вот здесь забрать. Ну, тут надо будет тогда все время вот снимать. Мы тогда сейчас посмотрим. Вот мы сейчас сделаем изменения. Значит, вот что я сейчас буду делать? Либо я буду вот эту только заднюю часть и часть переда, наверное, так сначала попробуем. Часть переда я вот тут перед сейчас буду забирать по 2 сантиметра. А сзади, поворачивайся, а здесь сзади я вот так вот делаю. Видишь, поднимаю вот здесь на вот такое расстояние. И вот так вот, наверное, сантиметра на 2 минимум буду поднимать вот эту заднюю часть. Вот. Чтобы вот эти заломы походили. Вот. Ну, в общем, сейчас будем смотреть. Потому что, в принципе, мы не планировали делать облегающие брюки. Мы такие полуприлегающие брюки. Тут, может быть, надо будет в итоге здесь чуть вынимать. Но это потом. Подождите. Главное, чтобы тут не лишнее не позабирать. Видишь, сколько в итоге? 2,5 минимум сантиметра здесь надо собирать, чтобы оно вот здесь по струнке лежало. Да? А так очень даже красиво. Затем вот, когда поднять. Про перед, ты говорила про углубление, ой, линия. Нет, нет, нет. Перед, это только вот эта часть. Это вот эта, где линия шагового шла. Не дай бог вам тут что углубит сейчас. Только внутренний. Шорка пока сейчас внутренний, да. Мы сейчас еще с ней что-то корректировать не будем. Потом, может быть, буду потом. Но пока высота сидения это последнее, что я буду трогать. Пока я сейчас вот эту часть буду делать. Да. То есть просто снять вот из передней половинки. Да, из передней половинки. Да, да. Пока мы делаем полуприлегающий фасон. Посмотрим, как здесь дальше будет. Там потом будем решать. Может, потом мы придем потом к облегающему фасону. Посмотрим, какой шов, да. Вот мы вот с нахлёстом вот так было, да. Было вот так просто. Сейчас покажу. Вот так, да. С наплывом, да. Вот она была, вот эта линия. Мы ее тут так прочертили. Теперь я убираю. И теперь вот в это место, либо с этой, либо вот с этой стороны накалываю. И переношу на изнанку. Да. Вот здесь стопарик от до. Что мы делаем? Да. Вот так вот. И вот теперь сюда переносим. Это булавка, да. И мы с тобой вот так вот. Оп. И вот, да. Оп. И теперь вынимаем эти все булавки. И теперь... Все, мы вот эту разницу перенесли. Теперь мы хотели бы удлинить нашу выточку. Ну, мы ее удлиним. И можно их уже сострачивать. Вот выточки мы сейчас сострочим. Сострочим. На примерку. Да. Вот до сюда. И все изменения мы пошагово будем носить в выкройку. Теперь тебе задание. Выпарываем пояс. Наводим все эти изменения. И уже все сострачиваем. А только потом будем делать примерку. Хорошо? Так. Значит, смотри. Вот это средний шов брюк. Да. Мы сейчас здесь убираем вот эту вот наметку. Чтобы оно распахнулось. Да. И сейчас нам придется до колена. Как хорошо, что есть надсечки. Что теперь колено мы всегда в состоянии собрать. Да. И мы сейчас до колена вот это вот распарываем. Да. И наводим только по передней половинке эти все изменения. Вот. Хорошо? И второй так же самое распарываем. Мы сейчас вместе сложим. И вместе сейчас наведем все изменения. Вот эту полосу. Давай. Мы сейчас вот это вот вывели. Мы сейчас сначала скалываем, восстанавливаем линию. Вот это вот видишь? Просто срезы вот эти устанавливаем. Я сейчас говорила про линию от двух сантиметров. Да. В итоге. Если бы заднюю полынку мы убирали, я бы тебе снимала только один сантиметр спереди, три сзади. Я надсечки вот тут, ну вот уравниваю надсечки в обязательном порядке. Да. Вот так вот. Вот так. Восстанавливаем полностью эту линию. Смотри, я вот сейчас тут планирую делать то, что я еще никому не делала. Потому что у нас на видео вот эта складка вот тут вот набегает. Вот тут, не вот тут, где пах, а вот тут такое ощущение, что много перина. Вот если я здесь убираю сейчас два сантиметра, ну один сантиметр здесь у нас припуск с тобой, да, был? Ага, вот один, и я вот так два сантиметра срезаю. Ты видишь? Вот этот носик, какой, ну, сильно маленькая линия. И у нас сейчас начинает повышаться высота сидения. Ну, мы совсем в пилот. Ну, мы там это сделаем. Смотри, мне такое впечатление, что нужно будет сделать еще вот такую коррекцию. Сейчас я вот это срежу. А здесь мы на сантиметр с тобой отклоняли. А мне надо вот здесь вот сантиметр забрать. Такое впечатление, что это вот так. Ну, вот тут мы не будем резать, а вот эту срежем. Я посмотрю, как оно будет ложиться. И вот оно как раз и углубляется, вот эта линия. Я такого еще, конечно, никому не делала, но мне кажется, что именно почему-то дело в этом. Так, вот здесь у нас была линия. Вот мы же не углубляем высоту сидения, правильно? Вот мы ее не углубляем, да? То есть вот эту линию мы вот сюда вот и переносим. Да, вот она. А там, как она выложится потом, вот она как идет, вот. Как будто бы я ее выложу. Здесь вот чем плавнее линия, тем лучше будет лежать на фигуре. Вот. Оп, да? Вот чем она более, чем менее она вот такая, А чем больше она похожа напрямую, тем лучше для нас. Ну, вот что-то мне кажется, что вот, наверное, в этом дело. Мы, конечно, можем сейчас полностью перестраховаться. И как сделать? То есть, получается, мы это срезаем, а сострачиваем мы аж вообще вот на вот это расстояние. Да? Да, если мы 2 сантиметра срезаем, Я просто сейчас продумываю, получится ли это. Смотри, я вот сейчас вот это выкладываю ровно, вот эту вот линию. Вот, чтобы она, вот это, видишь, цельно сдвигается вот эта половинка. А мне надо вот эту точку вот сюда, потому что мы пока колено решили не трогать по ширине, да? Или нам полуприлегание. Ну, вроде бы, пока не хотелось бы, да, сильно заужать там коленки. Вот. Вот. И мы сейчас тогда возьмем наш бучок. Сейчас попадаем по бочку. Смотри, здесь вот так вот линия выкладывается. Вот она. Пока мы работаем только вот с этим моментом. Чем вот она круглого прямее здесь выйдет, тем... И когда намечаете, помните, я вот так говорила, всегда вот так вот сбоку смотрим. Мы сейчас сюда перейдем с тобой в ту сторону. А от этой линии мы сейчас с тобой вот так на сантиметр вводим. Что нужно делать? Срезать, не срезать, не срезать. Срезать, не срезать. Сначала их меряем. Она будет вот тянуть вот этот кусок. А могу увидеть, а могу ничего не увидеть. Так, поможем. Давай сейчас пока перестраховываемся. Мы вот сейчас вот эту линию наметываем с тобой вот до сюда, да? Это все наметываем. И потом... Не будем срезать вот эту часть. Я сейчас все равно увижу, как оно там лежит. И в чем там все дело. И вот эту линию, по которой мы сейчас будем с тобой сметывать, я тебе ее намечаю. Вот так вот. Грубо говоря, я переношу на ту сторону, вкалывая на это место булавку. Вот так. Да? Я накалываю булавки, чтобы перенести вот эту линию. Да? Да? Вот. А переносим ее вот таким образом, да? Это линия, по которой мы будем сметывать потом. Потому что на одной стороне у нас есть эта линия, а на второй стороне нет этой линии. В общем, вот тут вот так вот идет. Можно, если хочешь, сразу даже усреднить эти все линии. Грубо говоря, провести ее туда. Так, теперь мы... Давай сейчас вот засними вот с этой стороны, как это линия выглядит. С моей стороны вот, зайди. Вот так, как я сейчас вот так вот так вот так вот так. Вот, видишь? Вот она ровно идет, вот как вам надо намечать. И вот здесь я ее, видишь, как сделала? Вот. Видишь, к этой точке я вывела. Мне показалось, что здесь именно нужно вот так пока делать. А сейчас дальше посмотрим. Сейчас пока ничего срезать не будем, пока только наметываем. Вот этот вот перед, вот тут делаешь закрепку и досюда наметываешь. Именно до вот этого вот пересечения. Вот гвоздь, этот самый, звездочка. Вот досюда наметываешь. Хорошо? Так. Вот у нас, видишь, вот эта линия. Теперь мне нужно вот так вот положить, как оно хочет ложиться. Да, вот эта задняя половинка. Мне сначала надо ровно-ровно положить переднюю половинку. Ровно-ровно. Видишь, вот она ровно без напряжения лежит. Устраним все какие-либо какие-то моменты перекосы и все остального. Вот так. Видишь, насколько недостает сейчас. У нас автоматом глубина будет увеличиваться. Даже, наверное, нам нужно с тобой здесь чуть-чуть... А мы потом это сделаем. Нам сейчас это не важно. Вот смотри, я даже могу без перенесения линии сейчас увидеть, как она хочет ложиться. И потом мы посмотрим, какая была. Или нам все-таки заднюю надо будет убирать, что-то многовато. Ну, это получается, что можно без переноса линии сейчас накалывать и сметывать. Ну, пока сметываем. Я обещала, что мы уже будем строчить, но давай пока сейчас сметываем. Перестрахуемся. Да, да. Потому что срезать мы всегда успеем, а вот обратно это практически невозможно сделать. Ну, покажите, покажите, ну, ой, какая пререзь. Сейчас мы заснимем, да. И только это дочкам нашим, а еще и... И там. Там бы тоже было бы хорошо. Ой, эти рюшечки. Так, вот так вот. И смотри, давай сейчас перепроверим. Я сейчас в ту линию попадаю. Чуть-чуть. Это что кто-то там уже побывает. Там на лестничной площадке просто. Здесь перепроверяемся. Ну, я смотрю, прям четко по той линии. Ну, тут чуть-чуть у тебя меньше припуск, чем там. Ну, просто не повезло это линии. Так, значит, здесь вот эту наметываешь до сюда. Хорошо. У нас настолько же должна не дойти и вторая сторона, да. Сейчас я тебе ее сразу же выкладываю и сразу же вот так мы накалываем с тобой. Вот очень хорошо, что мы тебе изначально стали снимать брюки. Потому что у Юли и у Кати там попроще момент. Ну, у Кати я еще не делала примерку, не знаю. Ну, Юли вообще там все сострачиваем, все без проблем, замечательно. То есть у нее нету таких вот моментов, как у тебя сейчас. Так, там же переносили выкройку, правильно? Да, мы там переносили выкройку. Мы ее изначально делали более облегающую. Там и ткань такая же. Ну, да, 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 да. Ну, чуть-чуть может быть более стричевая. Или вы одинаковые? Ну, не, одинаковые. Просто расцветка разная. Видишь, даже можно вот так вот сразу. Класс, наверное. Видишь, что даже вот настолько она хорошо, эта линия ложится, что мне даже особо... Видишь? Главное, чтобы вы вначале, вначале четкие припуски. И ровно один, или ровно два. Без там погрешности. И дальше нам легко и просто будет. Особенно, когда мы с тобой начнем там платье делать. Там еще более сложные моменты будут. Вот. Почему у Инны так хорошо все получается? Потому что там случайно уже все вот эти вот точности в припусках уже все заложены. Все, да? Все четко. Так, ну давай. Намет вытывай? Да, наметывай до конца, да? Ну, прям до миллиметра там. Начинаем сейчас наш гульфик. Что мы делаем? Мы с тобой сейчас определяем, с какой стороны нам надо дублировать. Вот это перед. И у нас женская застежка идет справа налево, да? Справа налево. Тогда дублерин у нас должен быть вот здесь. Вот так намечаешь себе линию, которую нам надо дублировать. Мы сейчас ее вот так переворачиваем. А мы здесь с тобой уже навели вот эту линию, померили, поняли, что у нас там все замечательно. Очень хорошо с тобой почувствовали эту линию. Ну, у нас сейчас вот наш гульфик немножечко поднимется. Но нам и надо его поднять на самом деле, потому что сильно низковато он был. Ну, это так мы с тобой просто краили на первую примерку. Так, и вот так вот. Это сильно широкий он там получается, потому что мы корректировали вот эту линию. Смотри, 5 сантиметров максимум, который должен быть для женского гульфика. Ну, 4 с половиной 5 там. Ну, 6 неговато. Тем более, чем стройнее девушка, тем надо поменьше. Ну, это даже не особо от стройности, просто нам не надо с такой большой объем. А здесь мы потом вот это с тобой вот так вот срежем. Да, мы же пойдем по вот этой вот основной линии строчить. Тут мы еще донаведем вот эти вот моменты. Смотри, я думаю, что нам где-то гульфик надо будет срезать с тобой эдак до сих пор. Вот так вот, да? То есть вот он вот так вот идет. То есть мы сейчас по вот этой линии вот это вот все лишнее вот так вот срежем. Чтобы мы могли спокойно с тобой продублировать. И уже начинать обметывать гульфик в том числе. Да, вот так вот. И здесь частично я сейчас вот так вот сниму. У нас эти все изменения уже внесены в выкройку. Там дальше не будет, потому что там по-своему может быть свой какой-то поворот. Вот единственное, что вот эту вот наметку нам надо снять лишнюю, потому что если она попадет в дублерин, мы ее можем потом вообще не достать. Вот это мы убираем. Обязательно дублируем деталь на детали. И в обязательном порядке старайтесь подкладывать какую-то другую ткань, чтобы вот этот дублерин не наклеился на основную ткань. Потому что если кто-то потом будет подходить и дублировать что-то другое, то могут просто остаться следы, и приклеить, ну, припечататься на другую сторону, и кошмарные могут быть последствия. Так что тут не очень долго. Берем, деформировался. Вот так обрезали, да. И начинаем четко вот к этой линии. Вот так ставим, без пара. А, передворительно мы этот дублерин намочили. Вот, чтобы, да, усадку. Вот смотри здесь, видишь, сильно вот здесь вот эта закрепка на наметке сильно стягивает. Нам надо в обязательном порядке расслаблять. Иначе вот эта вот стяжка тут как-то навсегда не останется. Да, то есть обязательно вот так вот делаем, да. И вот так дублируем, да. До, дожариваем, додублируем, как вы там себе хотите, говорите. Ну, прижимаем, вот, желательно без пара. Вот, сейчас мы его доогреваем, додублируем. Девочки, мы снимаем это. И это самое, вот, остужаем. И только после этого мы сейчас снимем и срежем все лишнее. И потом идем обнотывать боковые, шаговые и гульфик. Смотри, видишь, как оно осталось. И вот сейчас твоя задача взять и вот это по контуру срезать, да. Так, вот мы померили то, что мы все изменения внесли. Великолепно. Все мы вот так почувствовали, все хорошо. Здесь на сантиметр мы сострачиваем относительно вот задней половинки. То есть мы предыдущее видео там все что, смотрите. Здесь мы скорректировали бок, да. И ровно на 2 сантиметра от среза по боковому сострочили. И когда строчили, в обязательном порядке так тянули. Смотрите, на ютубе там еще есть видео качественной строчки, как делать. Вот, и сейчас мы пойдем потом на верлок обметывать все с тобой. Смотри, мы тут чуть-чуть осноравливали. Ну, в смысле, чуть-чуть забирали больше по боку. Но мы все равно оставляем с тобой какой-то одинаковый припуск. Я рекомендую его 2 сантиметра так и оставить. По боковому у нас 2 сантиметра, а по шаговому сантиметр. И вот ту строчку по шаговому, которую мы корректировали, мы сейчас заднюю половинку и срежем. Вот этот вот кусок, который выпадает. И сейчас идем на оверлок обметывать шаговой вот этот вот между ногами, который и боковой. И желательно все обметывать со стороны передней половинки, чтобы заутюживать все потом срезы на, ну, уже швы потом в итоге, на заднюю половинку. То есть это будет очень близко к технологии пошивок, правильной. То есть я не рекомендую делать швы в разутюжку, они менее качественные. Чтобы дольше и брюки носились, и лучше, качественнее носились строчки. В итоге это лучше все швы делать заутюжку, если есть такая возможность. Если бы, конечно, у нас был сбоку карман, мы бы точно с тобой попадали бы уже на автоматом разутюжку. Ну, смотря, конечно, какой карман. Так, заправили нитки и начинаем обмотывать. Мне все равно с какой стороны. Вот это наш гульфик, да? Это передняя сторона, ну, естественно, это задняя сторона. Смотри, по поводу гульфика. Вот мы его продублировали, да? Дублируем мы только ту сторону. Мы, по-моему, с тобой снимали это, да? Нет, не снимали. Отдайте гульку, пожалуйста. Вот когда мы вот... Женская сторона всегда идет застежка справа налево, да? Вот это лицо. И, следовательно, я вот так загибаю, да, вот этот гульфик. И получается, что только вот эту сторону мы и дублируем. Когда дублируем, складываем два кусочка вместе и дублируем. Вот, сейчас, перед тем, как вставлять молнию, мы с тобой с лица обметаем срезы нашего гульфика. Вот так вот ставим и очень аккуратненько обметываем. Я сейчас покажу, как... Что такое? Вот это, как круг пройти. Круговую вот эту линию. Вот так. Так, вот так сильно мы заходим. Можно сильно заворачивать, да? Вот так вот, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Поднимаем лапку, поворачиваем. Вот здесь, смотрите, очень аккуратно, потому что можно очень сильно надрезать. Я тут буду делать сейчас манипуляцию. Вот так и вот так вот загибаю вот эту вот линию. Вот. И мы вот тут придерживаем. Покажи, как сейчас здесь. Вот. Видишь? Вот придерживаем, вот так и держи. Можешь даже вот так держать и вот так вот мне мешать, но мне на самом деле ты не мешаешь. Держи, держи. Вот. Даже если вы тут пройдете не за 7 мм, а за 2-3 мм, тоже будет очень хорошо. Главное здесь не надсечь ничего лишнего. И холостой ход, естественно. Вот. Конечно, кривовасто. Не самый лучший вариант. Ну, смотрите. Потому что вот эту часть очень крайне сложно. Это очень сильный такой резкий переход. Ну, даже если вот так у вас будет оставаться воздух, ничего страшного. Пускай остается. Единственное, что вот это некрасиво. Ну, если я сейчас буду вот так корректировать, ну, что делать? Давай прокорректируем. Ну, некрасиво совсем. Даже несмотря на то, что это будет у нас прятаться. Ну, же чем. Сейчас мы вот так вот его. Да, помните, как мы распарываем. Надсекаем в начале и в конце вот эти две первые нитки, вот которые идут здесь на иголках. Ну, вот буду стараться. С первого раза. Можно, конечно, было полностью все распороть. Заворачивать. Может, сейчас слегка заворачивать. Нельзя сказать, что он лучше сделал. То есть, иногда лучше я враг хорошего. Так, что мы оставляем или нет? Давай, давай стремим. Если что, у тебя не хочу. Давай я еще раз покажу, как распарываю. Ну, некрасиво. Ну, что это такое? Ну, уже распорол один раз. Опачки. Еще раз показываю. Берете за вот эту вот линию. Видишь, вот. Которая прямо идут. Две строчки. Вот она. А ты тень. Давай. Чуть-чуть отклонись. Наоборот, в другую сторону. Вот. Вот это мы сейчас снимем. Так. Здесь очень хорошо у нас с тобой попорится вроде как оверлок. Поэтому мы сейчас... Видишь, оп. Можете в замедленной съемке это посмотреть, какие дела. Оп. Видишь? Только смотря, какую вы берете нитку. Если правильную нитку возьмете, все, сразу же распарывается. Ну, дубль три. Так. Начинаем. Смотрите внимательно, чтобы здесь ничего лишнего не попало. Это будет совсем печально. Можно и дырку сделать. Можно, конечно, не такую устроить. Ну, не сильно выпуклую линию здесь, конечно, формировать. Может быть, оно полегче будет обмятываться. Но уже точно не будем распарываться. А он все равно загибает. Причем очень нехорошо загибает. Это вот беда тонкой тканей. Ну, зато вы несколько раз посмотрели, как я это делаю. На каких миллиметрах я тут прохожу. Ну, ты знаешь, лучше. Правда? Ну, вот. Лучше. А это потом срежем. И то же самое с этой стороны. Я рекомендую все-таки делать это по отдельности. Не делайте сразу. Даже может быть вот так вот. Все, он сейчас обрежет. Обрежем. Тут еще неизвестно, как линия будет выкладывать. Скорее всего, мы ее вот так будем выходить. Потом уже обмятывать. Просто мы не можем, пока губик не обработаем, мы не видим там всех моментов. Видишь, я до вот этого пересечения. А потом вот так поворачиваю. Я уже ж не могу так сильно резко брать. Если я тут так сделала, то там я ж не могу по-прежнему изменять. Да? Безобразие полное. Думаю, что у меня так не получилось. Как красиво. Что такое? Заворачиваю. Ой-ой-ой-ой. Это, конечно, не дело. Видимо, перфекционизм во мне бурлит. Я его не изжила. Все-таки, да? Да. Представляешь? Хотя с тобой работаю в этом. А, нет. Не факт. Да, ну хотя бы, конечно... Не, ну я иногда же вам многие вещи позволяю. Просто ну тут, ну куда? Ты видела что? Посмотри, вон оно. Оно обрезало. Зачем нам такое с тобой оставлять? Там еще на той стороне еще ничего. Зачем нам вот так вот с тобой? А, я думала, ты уже сноровку вносишь. Нет, ты что? Я думаю, что у тебя есть. Кать, садись, стричи пояс сантиметр отверху. Мне надо, чтобы ты посмотрела. Ну, хорошо. Ну, хорошо. Так. Так. Дубль два. Последний дубль. Давай сейчас вот это сначала обрежем. Тоже оно же. И вот это вот. Все. Не подал. Не хорошо. Так. Шовчик. Получись. Здесь. Дубль четыре, да? У тебя уже. Четвертый раз я вот так делаю. Семь и пятый. Вот так вот поворачиваю. То есть как раз, девчонки, вы увидите, как вот это вот гульфик. Я тут многократно это делаю. Можно я вот так поворачиваю. Носы кипает. Не, ну бывает еще что-нибудь. Смотри. Так, паузу ставь. Боковые с передней половинки. Один сверху вниз, другой снизу вверх. И шаговые тоже все по передней половинке, да? Один сверху вниз, другой снизу вверх, да? Кладем. Притык к ножу. Да? Вот эти все два среза. Да? Проверяем вот такое движение, чтобы у нас это самое не было. Ничего лишнего не попало. Все, еду. Если есть там какой-то лишний миленький, то я не знаю. Все, обметываем. Пожалуйста, красота. Все. Переснимаем нашу кофточку. Вот. Выложили ровненько, вот где-то до того момента, где-то до середины проймы, где она просто ровно лежит. Вот лежит ровно, все. Обвели вот так карандашиком и потыкали вот так вот на мягком снимаем. Четко в боковой вот так потыкали булавочкой, да? И вот шов вот этот вот, да? Я вот так тыкаю. Вот. Видишь, куда я ставлю? Вот. И вот тут даже можно эту булавку вот так оставить. И вот эту вот часть мы вот так вот. А теперь вот это все расслабляем. И вот так вот поворачиваем. Вот только в этом случае ты правильно причем найдешь. По-другому у тебя будет нарушение. То, как ты до этого ложил, надо было заснять. Да, видишь, оно тут просто растянутое. Нам не надо растянутое делать. Вот. И вот наше плечо. Да? Вот. И мы вот это приводим. Это растянутое. Мы должны ее... Ну, это самое. Да? Вот так вот. И сразу же пока видим вот эти вот точечки, сразу же все выводим вот эти вот линии. Ну, тут, короче, под линейку надо тебе. Вот она, вот она точка. Под линейку вывезти. Это же самую вторую, хорошо? Теперь мы приступаем к приучиживанию наших срезов. Пока те, которые мы облетали. Потом еще выточки приучужили. Ну, конечно, лучше это все сразу учужить. Ну, по крайней мере, давай хоть начнем с этого. Вот эти кусочки нам будет вправить. Если что, смотрите видео на ютубе. Если что, я тебе еще раз покажу. Помнишь как? Смотри, квадчик берем, взбиваем. Чтобы он не был супер мокрый. Никакими парами не работаем. Вот так вот. И утюжим там, где лежит ровно штанинка. Хорошо? Приучуживаем. Пока приучуживаем все. На троечке, на троечке. Ну, тут можно и на троечке. Ткань, да? Докуда есть возможность ровно ложиться. Там пускай она и лежит. И заодно еще и приучуживаем. Да? Чтобы не такие помятенькие были. А потом будем с тобой заутюживать. И там, где вот сюда уже нельзя идти. Да? Только где-то досюда. Видишь? Сразу же моментально все разложилось. Хорошо. И до верха. Да? Если боковой. Вот чуть-чуть даем ему остыть. Вот тут вот ему интересует показатель. Видишь? Вот здесь. Вот сюда не заходим. Видишь? Идет окат бедра. Поэтому мы приучуживаем здесь. Частично. Да? Вот так. Вот так. Чуть-чуть. Буквально здесь чуть больше, а здесь чуть меньше. Не создавая никаких складок, еще чего-то, еще чего-то. Подольше стоим. Ну не держим его вот так, а двигаем. Катаем. Катаем. Вот чуть-чуть, потому что... Ну вот. И дальше. И так же самое шаговое. Теперь мы приступаем к приучуживанию наших срезов. Пока те, которые мы облетали. Потом еще выточки приучужим. Ну, конечно, лучше это все сразу учужить. Ну, по крайней мере, давай хоть начнем с этого. Вот эти кусочки надо будет вправить. Если что, смотрите видео на ютубе. Если что, я тебе еще раз покажу. Помнишь, как? Конечно, помнишь. Смотри, квадчик берем, взбиваем, чтобы он не был супер мокрый. Никакими парами не работаем. Вот так вот. И утюжим там, где лежит ровно штанинка. Хорошо? Приутюживаем. Пока приутюживаем все. На троечке, на троечке. Ну, тут можно и на троечке. Докуда есть возможность ровно ложиться, там пускай она и лежит. И заодно еще и приутюживаем. Чтобы не такие помятенькие были. А потом будем с тобой заутюживать. И там, где вот сюда уже нельзя идти. Только где-то досюда. Видишь, сразу же моментально все разложилось. Хорошо. И до верха. Если боковой. Вот чуть-чуть даем ему остыть. Вот тут. Интересует показатели. Видишь, вот здесь. Вот сюда не заходим. Видишь, идет окат бедра. Поэтому мы приутюживаем здесь. Частично. Да, вот так. Вот так. Чуть-чуть. Буквально здесь чуть больше, а здесь чуть меньше. Не создавая никаких складок. Еще чего-то. Еще чего-то. Подольше стоим. Не на 200. Ну не держим его вот так, а двигаем. Катаем. Да, да, да. Чуть-чуть. Потому что... Ну вот. И дальше. И так же самый шаговой. Вот смотри. Мы с тобой начинаем сейчас учиться строчить выточки. Я рекомендую, чтобы вы как минимум 5 штук сделали отдельно, а только потом уже приступали к реальному изделию. Потому что... Смотри, здесь у нас, ну все как обычно настроила. 2,5 миллиметра. Здесь как вот ровно посерединке вот этой вот лапки. Вот. Потому что здесь надо научиться плавно сводить. Да? Наматываем 2-3 раза на пальчик. Да? Здесь мы в начале, как обычно, делаем закрепку. То есть я такие, как гуляжи тебе делаю, да? И вот фактически здесь просто не очень, скажем так, хорошо нарисовано. Это конец выточки, да? И вы уже, начиная от конца выточки, где-то, если поднять вверх, где-то на 1 см точно вы должны идти на миллиметр. И вот здесь, получается, здесь вы, видишь, я уже стала автоматом идти не по этой линии, а по этой стороне линии. Вы ее, если что, корректируете. Натягиваем, если это, ну, возможно, для этой ткани. А вот она у меня сверху. Вот. А здесь стараемся вот так на нет сводить. Здесь главное мне что? Чтобы у вас получилось сводить на нет. Мы в конце никогда не делаем эти самые закрепки. Тут она у меня вот так ровно пошла. А вот здесь выпуклась. Ну, нехорошо получилось. Ну, вот хотя бы, если она вот так вот плавно будет сходить на нет, тоже будет хорошо. Сейчас я тебе пострачу в твоих брюках вот одну выточку. И тогда ты сам. Смотри. Вот когда у нас наметанная выточка, то нам надо... Так, я рекомендую, вот смотри, тут у нас мы еще переносили выточку чуть-чуть повыше. Смотри, обязательно вот так вот новую концовку. И вот это вот сразу убираем, потому что когда она попадет на закрепку, будет очень все печально. Придется опять все перепарывать. Намотали два раза на пальчик. Начинаем строчить. Пять стежков вперед. Пять стежков назад. И поехали. Вот смотри, я уже здесь начала за вот эту линию вот сюда заходить. Лучше, конечно, ее сразу бы нарисовать. Ну ладно. Потому что я сейчас глазом буду ее выравнивать. А лучше не глазом, а линией. Ну, вообще, конечно, резко будет сейчас сходить. Вот бывает такое, что вы начинаете манипулировать. Вот она ровненькая, хорошенькая. Вот она у нас с тобой перешла на 0,5. Я иногда так оставляю. Потому что иногда очень сложно перейти. И никогда мы в конце, опять же, я напоминаю, не делаем никаких закрепок. Вверху мы убираем, под корень обрезаем, потому что здесь есть закрепка. Значит, вот сколько я тут перешла, столько я должна перейти с другой стороны выточки. Давай мы сразу же вот так вот ее и нарисуем, и заколем. Опять же, так же само накалываем здесь булавку. И вот так вот булавку. И давай... Это у нас реальная, а вот здесь вот так вот. Перед тем, как мы будем ровнять выточку, давай приложим вот к этой стороне край выточки и выровняем ее. Вот это вот, видишь, я вот так кладу, выравнивая. А только потом вот так вот кладем и рисуем нашу линию. В принципе, ты, что четко на металла, просто она практически не видна, когда я снимаю вот эту вот закрепку. Ну, все, давай сейчас продолжаем дальше. Вот, а ты обязательно в порядке потренируешься на кусочках. Вот, потому что это первые выточки вот такие вот. Видишь, натягиваю и в конце, и в начале. Вот, когда тянете иголку внутри, все как обычно, ничего не поменялось. Так. Так. Оп. Вот, это убираем, потому что точно попадет шов. И потом на 0,1 мм, когда будем делать, будет очень сложно вытаскивать. На 2 мм, даже дальше, чем на той. Сейчас посмотрим. Вот тут отрезаем вот так. Складываем вместе и смотрим. У тебя неизначально на разном уровне, видишь? На разном уровне. Поэтому даже на 0,7 почти разница. Ну, ничего, мы ее распариваем. Вот сейчас потренируешься, а вторую сейчас сама сделаешь. Сейчас я тебе ее вот быстренько распарю. Вот, на кусочках сначала тренируемся. Минимум 5-7 выточек. Надо в холостую прострочить. А потом уже вот эту как раз и это самое. Я сейчас тебе только ту точку намечу, до которой ты ниже не можешь сойти. У тебя она как раз вот здесь. Как раз она тебе вот тут. Стираем сюда этой же тканью. Всегда очень хорошо стирается. Вот, да? Вот так. Вот до сюда надо будет сводить. Хорошо? Давай распарывай. И на колодку нашу штанину. И это у нас шаговой шов. Мы сначала его приутюжили. У нас есть видео. А теперь мы его заутюживаем на заднюю половинку. Вот ты спрашиваешь, что если будет более тонкая штанина, то тогда мы работаем с лаптем. Туда лапоть. Подставляем туда пот. Так? Берем квадчик. Взбиваем очень хорошо. И когда у нас приутюженный шов, мы с тобой будем утюжить только вот до начала верлака фактически. Сильно не мочите. Будет шов мокрый, влажный. Он не зафиксируется. Здесь что-то у тебя криво сошла на нет линии. Можно и полностью ставить, но могут быть ласы, которые придется потом убирать. Мы сейчас давай сразу так будем утюжить. Смотри, я вот здесь раздвигаю вот эти все волокна. Вот так раздвигаю. Когда здесь мало воды, оно очень хорошо должно сразу же и заутюжиться. И сразу же оно остынет, и все будет вообще замечательно. Так, не, он плохо ложится. Вот так будем делать. Значит, потом будем убирать лас. То есть, это как раз тот случай, где мы, ну, бесполезно это делать. Он все равно будет вот так вот стоять. Ровно вот так будет стоять. Он не будет лежать. Он будет стоять. Сейчас, Оль, подожди. Я посмотрю, может, не надо тебе попасть. И вот здесь это самое, это, вот тут вот проутюживаем. Можно просто проутюжить. И в обязательном порядке бегом, фиксируем нашим лаптем. И вот так вот чуть-чуть подтягиваем. Вот так. Хорошо. Вот так практически по всей длине мы так будем делать. который отутюженный. Мы его вот скидываем вниз. И делаем переход где-то сантиметров пять. Опять вот так вот проводим. Лепестком, грубо говоря, вот этим он влажный. Достаточно этого. Сильно далеко не идите, потому что нам надо, чтобы длины нашего лаптя хватало. Ну, лаптя, фиксажа. Здесь у нас нет оката бедра на шаговом шве. Мы спокойно его можем хорошо тянуть, чтобы были все шовчики отработанные. Пока он теплый, в любом проутюживаем под. Фиксируем лаптем. И в обязательном порядке здесь держим, а здесь тянем. Вот так. И так же самое... Сейчас я тебе там тоже дальше покажу. Ну, все, у тебя там дальше. У нас пауза. Упал квадчик в воду. Хорошо, хорошо, опять же, его сбейте, чтобы он не был сильно мокрым. Это для нас плохо. Я обязательно делаю, что Нина отутюженная падает вниз. Она еще дополнительно оттягивается. Тут еще отработанность швов будет зависеть от того, насколько это тянуло, когда строчила. Если хорошо тянуло, то будут хорошие шовчики. Мы сможем их отработать. Если не очень, то будут слегка присобраны. Как бы мы тут не утюжили, это будет крайне сложно сделать. Раздвигаем, раздвигаем и заутюживаем на заднюю половинку. Ну, и опять же, видишь, остался след. Вот, видишь, след остался. Либо вот тут достаточно, я так смотрю, что достаточно даже просто утюгом пройтись. Не обязательно мочить. Что-то делать. А теперь мы его вот так фиксируем и остужаем. Остужаем и как я до этого тебе сделала, так вот тянули. У тебя вот смотри, вот здесь строчки, переход строчек минимум по 5 сантиметров без закрепки. Видишь, они резкие такие. И ниточки надо пообрезать. Видишь, они не под корень обрезались, да? Ну, что-то первые у тебя же такие длинные строчки. Это сложно сделать. Я хочу вторые эти, типа носины. Я перенесу, покажу, какие у меня есть, которые я набрала себе. Мы можем переснять, выплюгнуть, пошить. Ну, там ты принесешь их, а я тебе там все хожу. Это не удлинно, но я их подобрала, ну, когда беременна. Такая высокая. Видишь, сколько я времени держу. Смотри, у меня уже побелел палец. Засними мой палец. Смотри, он синенький стал. Синий-желтенький. Я до сих пор тяну. Вот все это время, как мы с тобой говорим. Вот так и надо делать. Сейчас палец мой станет розовеньким. Вот стал желтеньким. Вот мы один шаговой сделали. Давай теперь второй шаговой, чтобы этот, если мы сразу пойдем боковой делать, он помнется. Лучше сразу же на брюках второй шаговой. Так же само затягиваем вот с этой стороны наководку. А это пускай вот так висит, свисает. Вот так. И опять затягиваем. Вот он как раз оттягивается слегка. Фиксируется там все. Тоже на заднюю половинку заутюживаем. Вот на вот так. А что-то тут совсем с устроечкой. Что-то совсем плохо было. Здесь надо провести ровную и отсюда начать строчить. Здесь где-то закончить. Хорошо. Сейчас Оле не надо. Давай мы сейчас... Даже не такой линейкой, а давай даже подлиннее линейку возьмем, потому что маловато для выведения ровной линии. Вот она, видишь? Вот. Видишь, она и здесь, и здесь. Да, она еще линейка. Ты вот так сними вот так вот, вот с этой стороны. Вот. И с тончайшей стороной мыла вот так вот. Поняла? Давай просмотрим еще другие припуски. Другие ровненькие. Просто я видела, что там кривая, думаю, ну, может, зайдет. Может, прокатит. Лежет что-то лень там. А может, потом вид, ну, как бы... Ну, конечно. В этом виде оно вообще будет все. Вот тут вот. Тоже, кстати. Здесь немножко... Ну, а ты переход сделаешь, и все. Вот эту часть, вот чуть-чуть. Начинаешь отсюда без закрепки, идешь сюда. И где-то вот отсюда строчишь. Только тянешь. Хорошо, хорошо. И два с половиной миллиметра стежок. Хорошо? Все, пауза. Вот так. Чуть-чуть, да? Мочим. Здесь точно мы не будем с тобой заходить... Будем утюжить, заутюживать до начала оверлока. Вот так вот, вот так вот. Поняла? Видишь, до начала оверлока я иду. Засними вот с этой стороны. Видишь, вот до начала оверлока. Хорошо? Вот, прижимаем сейчас лоптем и оттягиваем. Хорошо? Отлично. Все, давай. Мы как-то это заутюжили. Вон, какая складка получилась. Тут немножко по-другому. Смотри, чтобы убрать эту складку, ее нельзя просто взять и заутюживать. Ее надо в обязательном порядке сначала приутюжить, а только потом... Так, тихо, тихо. Это приутюжить, а потом будем опять заутюживать. Хорошо? Хорошо? Для меня случилось. Может, время там быстро летит? Да? Вот так вот приутюживаешь, я аккуратненько вешаю. А, забираешь домой и делаем с тобой удочки. Хорошо? Так, что делаем с тобой? Мы положили, сложили, вложили штанину-штанину. Тут только повыше еще снимаешь, чтобы общий вид был хороший. Вот, штанину-штанину. И я тебе вот закладываю туда вот эту вот тетрадку, чтобы у нас сейчас с тобой... А в какую сторону у нас с тобой была заутюжка? Что-то я тут вообще не вижу заутюжки. Здесь вообще нет заутюжки. Видишь, колом стоит. А ну и до этого так стояло. Хотя у нас была заутюжка... Хорошо, тогда еще раз я тебе покажу просто, как делать. Но должна быть... Заутюжкам нужно плоского так лежать. Он не лежит, значит, нам нужно будет дополнительно с тобой еще раз проутюжить. Смотри, вот здесь вот так вот мы... Дожди, бежи, бежи, там, руку убери. Вот, сейчас я его так выложу. И как будут закладываться сейчас вот эти вот припуски. Ну, лучше их вот так сейчас заколоть каждый по отдельности в ту сторону, в которую он хочет ложиться. С одной стороны и вот с этой стороны. Там мне придется вытащить вот эту камешку. Если наизнанку, то тогда мы с тобой вот так вот делаем. Паузу. И мы теперь вот так вот сюда кладем. Вот теперь швы здесь зафиксированы. Теперь я хорошо все вижу. Потому что, вот видела, вот сюда начинает набегать. Его не должно быть. Мы должны просто как-то его разложить так, чтобы оно ровненько лежало. Потому что, если здесь какие-то будут присбористости, то нам же хуже с тобой. Просто начнутся какие-то лишние вот эти вот сморщички. Вот эти вот защипчики там. Полосочки, складочки. Вот так вот я сейчас тебе его так накалываю. Перпендикулярно вот этому срезу. И туда вовнутрь я вот так просовываю все. Да? Вот. И вот так вот. Вот так. Вот так вот. Теперь уже вместе два шва фиксируем. Здесь я могу хотя бы одну булавку убрать. И вот так вот. И теперь смотри, что я делаю. Я беру линейку. И вот так вот провожу вот эту линию. Вот эту вот туда вниз. По которой мы будем строчить. Сейчас мы и вычислим, насколько должна быть наша молния. У нас же до талии, да, наша юбочка. У нас тут очень хорошая молния. Просто вот вообще, если где-то увидите, обязательно покупайте. Вот видишь, какие вот блочки. Это самые лучшие блочки. То есть, если видите, вот такую вот концовку молнии, берите сразу, очень хорошо. А здесь вот она вообще какая. Она плоская. Вот я сейчас вам так вот в разрез покажу. Видишь, она без выступающих вот этих вот. То есть, такую молнию одно время можно было вообще нигде не найти. Ну, сейчас есть, отлично. То есть, она плоская такая. Без всяких вот этих вот тракторов. Единственный минус, что она тут не фиксируется. Ну, единственный самый, который тут может быть. И теперь смотри, как нам нужно положить, чтобы не ее застрочить. Вот тут вверху у нас с тобой сантиметровая линия, да, к которой мы будем притачивать наш пояс. Тогда мы вот так ее кладем. Вот так, да. А, ну тут у нас уже все. Все, мы уже тогда еще определили. Вот. На сантиметр даже не так, а вот так, наверное. А тут этого поворота сантиметра полтора вверх. И вот тут мы застрачиваем нашу линию. Я думала, что мы еще как-то тут, видимо, по-другому мне, наверное, рассчитываем. Завернули вот так. Ну, ладно. Сейчас будем уже потом, будем по факту работать. Ну, то есть, вот тут от вот этого поворота, вот от этой вот линии на сантиметра полтора надо вверх. На сантиметр маловато будет. Неудобно будет. От этой линии? Нет, от вот этой нижней. От среза обметанного. Вот от вот этой вот, да. Вверх полтора сантиметра. И здесь мы сейчас будем вот так вот застраивать аж до вот этого момента. Потом, смотри, вот у нас точка, где закончился припуск. Видишь? Нам нужно вот эту линию вот так вот выводить. Вот так хотя бы, хотя бы пару миллиметров там захватить. Видишь, вот так хотя бы. Еще так, чтобы она еще очень плавная была. Чем лучше, чем плавнее вот эта линия, тем меньше у нас вкладочек спереди по паху. Вот так. Ну, вот мы у нее вот так вот входим, вот так. В эту линию. Ну, вот фактически вот к этой части мы и приходим. Вот, видишь? Здесь надо как можно плавнее. Сейчас, если что, я тебе помогу здесь прострочить. Вот, начинаем, допустим, вот отсюда строчить. Где-то отсюда, да? Начали и пошли вот так по кругу, да? Потом сделаем примерку. Еще одну, на всякий случай, окончательно. Потом еще раз. Ну, вот тут надо, конечно, чтобы вот в этом месте была двойная строчка. Поэтому где-то отсюда я тебе начну. А вторую строчку по среднему шву мы уже где-то до сюда будем идти. Потому что когда обработается молния, мы, естественно, сюда не подлезем уже. Не сможем. Просто. Так. Вот сейчас мы идем с тобой строчить. Хорошо? Здесь у нас 2,5 мм стежок. Мы берем вначале, вот так можем сначала даже поставить сюда иголочку, вот так вонзить. Да? Потом намотать на пальчики. И первых два стежка подержать. И будем строчить, помнишь, вот до вот этой точки. И мы строчим вот так. И вот так. А теперь я поднимаю и переворачиваю. Тогда точно я очень хорошо пройду по этой линии. Вот. Сейчас лучше убрать вот эти булавки здесь, потому что будет очень неудобно с ним ехать. строчить, потому что и будет очень такая кривовастая линия. А мне надо сейчас попасть в стежок, в стежок желательно. Идеально. Видишь, мне надо еще очень плавно, плавно здесь пройти. Ну, в крайнем случае, если я там что-то сейчас не докорректирую, то второй раз, когда мы будем строчить, мы можем эту строчку окончательно скорректировать, чтобы она была очень красивая. Сейчас, 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 вот так. Поднимаю. Не мешает. Ну, тут дальше я просто сострачиваю этот шов до верха. Вот и все. И мы, в принципе, потом перед присоединением пояса можем, ну, обметать вот эту линию. Ну, вот как по намеченной линии, как изначально, мы когда как крыли, намечали. Сейчас просто дальше идем. До строчу, да, и сделаем закрепку, да. Ну, тут чуть-чуть легкую коррекцию надо будет сделать, вот тут чуть-чуть дальше прострочим, но это будет потом. Давай сейчас вот это вот срежем, чтобы мы подготовили полностью средний шов к обмотованию, перед тем, как мы будем присоединять пояс. Ну, вот эти части, надо же их убрать. Зачем нам такое надо с того? Просто вот так срезаем, да. А верлаком вот так пройдемся, вот так, вот сюда, вот так. Так, а теперь начинаем втачивать нашу молнию. Мы же там все с тобой закрепили, уже все сделали пошагово все. Прямо в двери зашли все. Так, вот наша надсечка, центр, да, среднего шва по передней половинке. И я ставлю вот так вот, к вот этой вот закрепке. И сюда по ровной, вот так проводим линию. Чтобы дальше легче было, мы просто с тобой вот так вот ставим, совмещаем и перебиваем. Лучше, конечно, перебивать с той стороны, а эту сторону, мы уже давай не будем перемещать. И вот так вот стучать сейчас буду. Я предупреждаю, чтобы все кто... Видишь, все, оно перебилось. Значит, вот эту сторону тебе надо будет вот так. О, что тут не совпадает надсечка? Чуть-чуть. Чуть-чуть странно. Чуть-чуть странно. Почему? Не совпадает. Вот, в общем, вот так будешь наметывать. Вот так, да, закрепишь до конца. И сейчас я тебе намечаю вторую часть линии. Где-то на 0,5. Вот так вот. Вот так. Да? Сначала ту линию ровно выкладываешь, а потом вот эту. И к этой линии мы сейчас просто будем настрачивать нашу молнию. Берем нашу молнию, наши булавочки. Лучше не пересекать даже вот эту вот запайку. Не выше, не посередине. А лучше за вот этой запайкой дальше пройти, где нет вот этих вот делений молнии. Но желательно лучше проходить от вот этой вот закрепки где-то минимум на сантиметр вверх. То есть где-то вот здесь мы должны чуть выше приподнять, чтобы здесь вот так завернуть вот эту вот отделочную строчку, которая будет. Поняла? То есть вот тут, а где запайка на сантиметр. Или железка тут может стоять, или еще что-то. И накалываем вот так вот булавочки. И вот так начинаем от низа лучше накалывать. Все остальное лишнее пускай вверх выходит. Ничего страшного. Не будет? Не, может, а потом обрежем. Не, мы вот под вот эту главную подстраиваемся часть. Вот и все. Поэтому в данном случае можно было чуть ниже делать окончание вот закрепки вот этого шва. Так, и мы начинаем с тобой. Так вот. Фиксируем, да? И сейчас идем строчить ровно на один миллиметр от края. Вот. И когда будем тянуть, ну, когда будем строчить, будем тянуть. Хорошо? Все, пауза. Можно проще сделать. Можно и вот так на 0,1 строчить, а можно упростить себе обработку таким образом. Мы ставим вот эту между двумя вот этими частями, лапками, дырочку вот ровно на край нашей молнии. А саму лапку, иглу я смещаю вбок на 2-3 миллиметра. Можно на меньше сместить. Тогда ты ровно будешь строчить на 1 миллиметр. Потому что... Сейчас я попробую вот так вот. О, ровно 1 миллиметр. Сейчас я тебе покажу, как это будет. Все. Лучше убрать булавку, потому что будет кривая строчка. Вот я вонзила туда иголку. Перевонзила. Она может сейчас потянуть не так хорошо. Вот. Да? Вперед мы проходим. Видишь? Вот засними вот так вот. Вот о чем я говорю. Видишь, вот это вот между идет ровно по молнии, а иголка на 1 миллиметр смещается. Для вас точно будет получиться эта строчка на 1 миллиметр. Потому что если без смещения, очень сложно ее сделать. Очень. Давай. Делаем закрепочку. Назад. Делаем закрепочку. Ты можешь, ты можешь, что это такое? Что это такое? Я начала подтянуть иголку. Не знаю, что это такое. Может, она не хочет, чтобы это молнии встретила. Нет, нормально все. Так, и начинаем тянуть. Вот теперь за молнию лучше и за... Вот, смотри, растягиваю. Вот так. Подходишь к булавке, убираешь, натягиваешь. Все время в одно и то же место смотришь. Иголка входит на миллиметр? Ты вообще, да, или как? Ну, вот смотри. Я вот, честно сказать. Так, ну, дальше будет понятно. Мы внизу сделаем закреп. Смотри, перед тем, как скалывать вот эту вот молнию, ты знаешь, наверное, мы все-таки все приутюжим. Очень сильно выбивается вот этот вот припуск. Смотри. Если мы его сейчас не приутюжим, мы потом его не отутюжим, не утоним. Он очень сильно, вот особенно вот этот оверлок. И заодно отработаем, сейчас оттянем вот эту вот линию. Вот, чтобы оно не было, ну, стянутой вот эта линия. Слушай, ну, все больше и больше восхищает струмолния. Она еще почти стрейчевая, смотри. Она еще и тянется. Так, сейчас идем утюжить. Паузу. Разбиваем к ватчикам воду. Вывернули наизнанку и одну сторону вот так намочили. И припуски приутюжили. Мы-то приутюживали изначально, но тогда это было без оверлока, когда мы дублировали вот этот вот гульфик. Да? И теперь вот эту сторону. Сейчас я тебе так сложу, чтобы можно было в два слоя ее сразу же дополнительно вот здесь еще приутюжить. И сейчас вот так вот идем, да? Вот так мочим. Без пара, иначе, короче, деформация пойдет, не надо. Аккуратненько вот так идем и аккуратненько приутюживаем. Туда не заходим дальше в шов. Так, это мы приутюжили, утонили, чтобы оно там ничего не торчало. Можно сейчас еще здесь чуть-чуть вот так вот. Помнишь, мы четыре раза вот это дело отметывали? И так в итоге оно... Просто там надо было очень хорошо взять и поточить ножи. У меня мастер все никогда тяги, у меня не может. Вот здесь я приутюжила, убрала вот эту слабину, которая сейчас тут была. А теперь нам нужна колодка. Мы сейчас на нее положим и вот так вот слегка подтянем вот эту вот часть молнии. У кого-то мы это в конце делаем, эту утюжку. Ну, раз мы уже начали здесь, ну, уже делать, давай уже сразу пошагово пойдем обрабатывать нашу молнию. Вот, и знаешь, я буду сейчас одним ребром утюга уйти. И сразу же вот это хорошая пошаговая обработка. То есть мы сразу все заготавливаем для того, чтобы у нас каждый узел обрабатывается свое время. И обработали от утюжили. Так должно быть всегда. То есть мы должны утюжить, ой, строчить, утюжить, строчить, утюжить. Чуть-чуть подтягиваем. После того, когда я вот так ее отпущу, она не должна полдеть. Ровненько лежит. И сейчас я теперь вот эту вот приутюжу гульфик. Смотрите, очень аккуратно утюжьте, чтобы не деформировать линию и не растянуть ее, не сделать вот такую линию. То есть она должна оставаться ровной. То есть нам сейчас дальше еще лучше, легче будет утюжить. И когда мы уже окончательно обработаем наш гульфик, нам уже не надо будет сюда заходить и утюжить. Единственное, что потом уже будем убирать наметку и следы от наметки. Так, все, пауза. Видишь, как после утюжки. Смотри, оба среза на одинаковом уровне стоят. Лежат. Четко стоят, лежат. Так, и вот теперь мы накалываем четко линии к линии. Вот так булавочками. А, подожди, тем не менее, перед этим давай сделаем вот такую вот штуку. Наметим сразу же линию для отделочной строчки. Вот, для нашего размера, я думаю, нам можно спокойно 3 сантиметра брать. 3, 3,5, 4 для более больших размеров. Ну, 3, вот это 3,2 будет. Сразу намечаем, чтобы потом нам к этому не обращаться, не возвращаться. Вот. И теперь дальше мы с тобой вот так вот складываем. Вот так вот накалываем, соединяем вот эти вот точки. А теперь что мы делаем? Мы с одной стороны пристречили молнию. Сейчас мы ее будем теперь сострачивать с другой стороны. Я ее сейчас чуть-чуть подвыверну. Видишь, здесь есть строчка. А теперь нам нужно сделать эту строчку с другой стороны. Вот так. Видишь? Когда заколота там, посерединке, то смотрите внимательно видео, пошагово, что я сейчас делаю. Да? Мы с тобой вот так вот. Тут по-другому не заколешь. То есть вот тут была строчка, значит, следующую мы должны сделать здесь. С другой стороны. Сейчас я выверну, тебе покажу, как она получается. Тоже от начала до конца тянем и делаем на 0,1 там где-то строчим. И делаем закрепку внизу и вверху. Мне тут не надо ничего там делать. Оно уже держит вот эти вот булавочки с лица. Когда второй раз будешь делать при молнии, будет очень легко. Все. Закрепко, закрепко. Идем строчить. Смотри. Мы вот тут прострочили. Теперь вот с этой стороны. Да? Вот она. Видишь, строчечка. А теперь что мы должны сделать? Мы вот так раскрываем нашу молнию. Вот так. Вот. Припуск теперь с этой стороны и с этой. И давай сразу же зафиксируем. Вот если отмотать назад видео, можно будет посмотреть, как не очень хорошо лежало. Помнишь, тут пробивалось все так сильно. А сейчас нет. Сейчас очень все хорошо лежит. Потому что мы вовремя правильно все приутюжили. И смотри. И вот сейчас мы вот так вот начинаем накалывать наши булавки. Я рекомендую их накалывать чуть ли не через каждые 0,5. Потому что когда ты будешь строчить, вот например, ты вот так делаешь. Смотри. Она начинает вот так вот. Видишь? Ну как, набегать вот эта складочка. Чтобы этого не было, мы сначала вот так вот через каждые 3-5 сантиметров накалываем. Вот. А потом сейчас я тебе выведу вот эту линию вот сюда вот к низу. И начинаем тут через каждые 0,5 сантиметра вот так накалывать. И когда будем строчить, еще чуть-чуть подрастягивать. Чтобы точно все было у нас очень хорошо и замечательно. Вот. Поэтому вот тут и надо. Так. А теперь берем мыло. Паузу. Смотрим, где у нас закончилась наша строчка. Вот она. И с этой точки вот сюда вот так вот. Плавно, плавно. Ну, сводим вот этот вот уголочек. Вот. О. Так. Плавненько, плавненько, плавненько. И строчить мы будем с тобой до вот сюда. Дальше не иди. Мы там вторую часть строчки будем делать. Можно на всякий случай перепроверить, чтобы ты вот эту часть не захватила. Ну, все хорошо там. Тебе на всякий случай еще дальше. Все. Донакалывай. И начинаем строчить. Не надо делать 4 мм стежок, отделочный стежок. Делаем обыкновенный 2,5 мм стежок. Он просто более качественный. 4 мм можно легко как-то снять, зацепить ногтем. Ну, в редких случаях, но вдруг бывает все в жизни. Донакалываем и строчим закрепка. А здесь без закрепки оставляешь мне вот такие вот куски нитов. Вот 10 см. Так, у нас с тобой была загнута сейчас вот эта вот, вот так, да, наш гульфик. Вот тут у нас была стояла булавка. Вот я сейчас ее возвращаю. Теперь мы ее откалываем и возвращаем в обычное состояние наш гульфик. И вот теперь я его закалываю вот здесь. Если надо, берите тетрадку. Если нет, то можно на руках. Здесь, по идее, не должно быть каких-то погрешностей, еще чего-то. Вот, и так вот зафиксировали. И теперь для нас с тобой задача прострочить вот отсюда до сюда, вот четко до вот этого места. Но ни в коем случае не начиная вот так строчить, вот так. А начинаешь на 1 мм. На 1 мм начала стежком, там вот 2,5 мм до сюда дошла и обратно. То же самое, стежок-стежок пришла, вытащила наизнанку ниточки, три раза завязала между тканями, так, чтобы не было видно, затянула. Все, великолепно, хорошо? Так, девочки, мы снимаем. Значит, смотри, вот это уже можно убрать. Оно нам не надо. И смотри, и вот здесь мы теперь должны сделать окончательную закрепку. А что это такое? Видимо, надо у тебя посрезать. А, это твоя коррекция. Да, это тоже. Все позаправляй. Это все надо между тканями. Ты позаправляй, а потом я тебе покажу окончательную закрепку. Хорошо? Мы сейчас с тобой выворачиваем наизнанку и делаем вот здесь предохраняющую, вот на этом месте, такую закрепку. Вот где-то на сантиметр от вот этой нижней закрепки гуфика ставим вот так вот булавочку. Сантиметр-полтора. И берем нашу молнию, вот так расстегиваем, проверяем, что действует на разрыв. Видишь, больше в данном случае действует на разрыв молния. А мне надо, чтобы действовала вот эта закрепка. Это очень часто в джинсе такое происходит. Ну, делают производители. Значит, давай на сантиметр теперь выше вот так поставим. И сейчас опять давай проверять. Берем, расстегиваем. Ага, и вот смотри. Уже больше, вот я вот так на разрыв делаю, уже больше идет на вот этой закрепке, нежели на молнию. То есть мы молнию предохраняем от возможных каких-то вот... А сейчас вообще не действует молния, не напрягается. Значит, что мы делаем? Вот так вот только перекалываем в другую сторону. Вот так. И здесь раз 5-6 закрепка. На расстоянии максимум сантиметра. Только смотри, вот это не прихвати. Да, вот так. Дын-дын-дын-дын. 5-6 раз вот так. Хорошо? Чучу-чук. Смотри, мы скалываем в обязательном порядке боковые назад, выточки назад, средний шов, куда вы там захотите. И одну штанинку в штанинку, и потом делаю вот такое вот движение. Как протряхиваю его, чтобы оно разложилось и выложился он так, как ему хочется лежать. Сейчас мы должны осноровить линию вот эту вот талии, которую мы будем сейчас приметывать все-таки. Приметаем и померяем наш пояс, а только потом будем полностью его обрабатывать. Есть у меня некоторые подозрения по поводу нашей посадки. Вот. Значит, вот так скололи. И потом мы берем мука. И вот так я смотрю. Сейчас вот так вот, как я показываю. И вот тут у нас, смотри, видишь, выше-ниже. Мы сейчас его осноровим, чтобы оно было ровненько. И плавненькая линия была. Потому что не было. И вот здесь чуть-чуть. Здесь все-таки не должна быть ровная линия, а плавненькая. Ну, в общем, где-то вот так. И здесь должен быть прямой угол от среднего шва. Вот. И вот. Обрезаем. Придерживаем вот так. Просто выравниваем линию. Я думаю, вряд ли здесь дело, ну, в самой выкройке здесь просто дело, ну, вот, в состачивании, каких-то вот таких вот моментах. Где-то что-то вышло ниже-выше по какой-то причине. Хотя кроилось все ровненько. Ну, такое и надо было. Все в одну кучу сделала. Так, и сейчас давай вот этот кусочек вот так вот. Так, и теперь раскалываем. Смотрим, ровненько ли вот это вот. Линия вот здесь лежит. Вот это вот. Конечно, я сейчас молнию не срезаю. Потому что мало ли чего. Случайно потянули и все куда-то улетело. Нет, здесь ровненько все. Отлично. Ровно прилегая. Только вот эту вот часть я сейчас чуть-чуть подверстно ровлю, чтобы она вот так ровно лежала. Ну, чтобы припуски под верхнюю часть края вот так вот формировали. Да и все. Все, теперь ровно на сантиметр от верха. Давай сразу же сейчас приметаем наш пояс и померяем, точно ли все хорошо. Ну, так чтобы наметывать, чтобы строчить все одно и то же. Давай вот тут вот так вот сразу на сантиметр от края. Мы сейчас пристрочим на один сантиметр, а потом все остальное. Хорошо, вот так. Как мы вот до этого делали? До два с половиной сантиметра прострочи по кругу с закрепками. Да, вот тут. И вот тут прям до конца вот здесь закрепки. Хорошо? Наши низы, да, мы на тебе их закололи. Четко, ровно до пола, по задней половинке и одну и вторую ногу. Левую и правую ногу, да. И вот так созвигаешь и намечаешь. Это линия подгиба низа, нас устраивающая длина. Сразу ее намечайте, чтобы она никуда не ушла. И давай сразу же перенесем на лицо, чтобы нам полегче было все остальное. Вдруг мы там где-то потеряем, оно с другой стороны будет. И вот так по булавке рисуем. Видишь, там специально вот я тут. Можно, конечно, потоньше саму линию провести. Так. И давай то же самое здесь. Вот смотри, движение вот такое вот. Вот так. Оп. Здесь на ребрышко ставишь и вот так вот рисуешь. Ишь, тончайшая линия получается, когда так сожимаешь. Ставьте паузу, медленнее просматривайте там. Посмотрите, как вам удобно. Да, вот так. Вот, да. И вот так. Видишь, тоненькую, тоненькую. Все, перенесли. Вот и очень хорошо. Все очень хорошо. Теперь давай с поясом. Мы померили все хорошо, все шикарно. Вообще никаких вопросов. Смотри, вот здесь сидишь, делаешь микро такую вот складку. Мне она не нужна. И тебе, и мне она не нужна. Дальше лучше фиксируешь, чтобы он повернулся. Чтобы вот эту часть мы не дотягиваем, а как она ложится, так и ложится. Здесь хорошо. Чуть-чуть вот здесь. Вот так. Чуть-чуть. Здесь хорошо. Здесь тоже хорошо. Вот. А теперь, чего мы распороли наш пояс? Потому что мы забыли. У нас он со средним швом. И мы должны к среднему шву спинки прикладывать и накалывать. Да, вот так. Совмещая. В две стороны. И влево, и вправо. И ровно на 2,5 миллиметра пристрачиваете. Все. Мы уже полностью, окончательно все обрабатываем. Все очень хорошо, красиво. Она все устраивает. Вот тут, видишь. Чтобы он желательно совпал. Вот этот шовчик. Видишь, миллиметр я даю все-таки. А мне надо, чтобы он идеально совпал. Все равно. Сейчас еще вот так. В общем, покопайтесь здесь. Чтобы идеальное совпадение было. Надо здесь покопаться чуть-чуть. Вот такое. Бывает на эту же дырку. Сейчас вот так вот просто ставим. Вот. Видишь? И перепроверяешь ее. Она главное, чтобы вот здесь совпало. Ровно на сантиметрик. Вот так. Вот это. Не вот эта часть мне больше устраивает. Надо. А вот эта часть. О. Ровно. Вот. Шовчик, шовчик. И потом она хоть вбок вы ее там можете взять. Вот тут вы будете строчить, она уже никуда не денется. И теперь влево и вправо. Через максимум 2 сантиметра. Мы с тобой вот так накалываем. Сострачиваем со стороны пояса. Делаем закрепки. И дальше уже продвигаемся к обработке. К окончательной обработке. Да? Влево и вправо. Да, ну, сразу. Ок. Давай дальше. Смотри. Укладываем вот так. И ровно на сантиметр от прямого угла обрезаем наш пояс. Вот тут вот. Не от этой линии на сантиметр, а от вот этой вот поворота самого пояса. Ровно на сантиметре. Ну, естественно, мы все вот это убираем под корень, когда обрезаем. Ну, дострачиваем. Вот это вот молнию мы с тобой вот так вот высекаем, чтобы нам легче было сделать пятно. Вот так, да, с одной стороны. И так же самое мы ставим вот эту вот, вот так. Так, вот это надо переделать. Перестречить. А это что, сейчас ворачиваю? Ну, вот это, короче, перестрочи. Вроде все хорошо. Да, вот этот вот, я тебе сейчас сразу же вот это осноравлю. Тоже под прямым углом от вот этой верхней линии. Вот так, под прямым углом. Так, оп. Хорошо. Это мы будем петлю здесь пробовать. Это не выкидывай. Хорошо. Вот это перестрочи и садись на машинку. Сейчас будем сострачивать. Все. А, еще вот это сейчас тебе сразу. Сострачивай что? Сейчас я тебе все покажу. Ты мне все заготовь, я тебе все сострочу. Хорошо? Начинаем обрабатывать наш пояс, да. Что мы делаем? Мы в обязательном порядке должны с тобой вот этот вот перегиб зафиксировать, да. Чтобы мы точно сейчас не ошиблись, когда мы будем сострачивать. Да. Здесь то же самое. Вот эту вот линию перегиба вот так вот фиксируем булавкой. В крайнем случае можно перепроверить еще и вот таким моментом. Мы вроде бы тут старались с тобой все очень ровненько делали. Вот здесь поближе снимай. Видишь, у нас вот здесь совпали обе точки. Вот. Видишь? Вот. Все хорошо. Давай теперь в обязательном порядке у вас вот эти точки должны совпасть. То есть вот эта и вот эта должна совпасть. А теперь мы с тобой давай перепроверим по ширине наш пояс. Вроде бы он должен тоже быть одинаковый. Мы же вот четко-четко с тобой делали. Да. Все хорошо. Теперь берем и вот так заворачиваем. Вот так. Да. И по вот этой булавке вот так вот устанавливаем. Потому что у вас может быть чуть-чуть больше заутюжили, чуть-чуть меньше. Вот здесь не всегда помогает совмещать вот эти вот срезы. Один обметанный, другой не обметанный из самого пояса. Бывает да, бывает нет. Вот тут вроде бы у нас с тобой все очень ровненько. Мы сейчас с тобой сострачиваем и завершаем наш пояс, меряем длину окончательно. Только нам еще надо было, помнишь, с тобой отутюжить еще шаговой и боковой хорошо. Там что-то у нас какие-то нюансы были. Это было как-то поршение. Ну, плохо отутюженные были. Ага. И вот здесь получается ровно на сантиметр. Здесь я еще, смотри, еще отодвинула вот эту вот точку, чтобы я ее случайно не зафиксировала булавкой. Вот. И вот тут вот прощупываем, где заканчивается. Вот. Да? Вот, закончился. Можно даже прощупать, на каком моменте закончилась строчка на самом поясе. Это тебе? Да. Так, так паузу. С другой стороны делаем, да? Вот так вот. Раз. Завернули. Вы посмотрели, что здесь ровно на раскол или ребро идет вот эта вот булавочка, да? В общем-то, да, здесь хорошо можно соединять вот эти оба среза пояса. И смотри, видишь, я как ее вот так косю вот сюда, чтобы она мне сейчас в шовчик не попала. И в данном случае все отлично, мы с тобой можем сострачивать пояс, уравнивая вот эти вот два срезика на поясе. Так вот, и начинаем здесь намечать с тобой вот эти вот линии. На сантиметр мы оставляли ровно на сантиметр мы оставляли ровно припуски. Я могу даже нормально делать. Мы перед этим, у нас было видео, где мы ровно на сантиметр с тобой намечали. Значит, ровно на сантиметр, закрепко-закрепко мы сейчас и будем с тобой сострачивать. Хорошо? Давай, это заправила нитки, да? Давай паузу. Здесь 2,5 миллиметра, да? Ставим стежок обыкновенно стачивающий. Здесь все у нас, как обычно, заправлено. И мы ставим вот так на сантиметр от вот этой вот линии. И ровно сострачиваем. Придержали, намотали. Вперед-назад, как обычно у нас закрепко. Все. Вынимаем, под корень обрезаем ниточки. И смотрим, выворачиваем. Главное, чтобы мы там ничего лишнего не зашили. О, ничего не зашили. Хорошо. Убираем вот эту вот булавочку. Просматриваем. Все хорошо. Главное, чтобы мы ничего лишнего не захватили. А, так ты не дострочила кусочек, ты видишь? Какой? Оверлока. Здесь надо было вот эту вот линию до конца закрепку делать. Видишь, а ты чуть не дошла. Ну, ничего страшного. Мы сейчас ее так и оставим. Но лучше, конечно, оверлок до конца доходить. Ну, что ли распарывается? На строчку, да, да. Но он у тебя не распарывается. Просто оно, видишь, гуляет этот край. Вот так как здесь он сейчас не будет гулять. В общем-то, ну, желательно было бы, чтобы было так. И здесь мы тоже с тобой ровно на сантиметрик. Да? Сейчас идем назад. Отнимаем. Смотрим там, чтобы качественно все было. Обрезаем ниточки. Да? Убираем булавочки. Вот так. Не застрочили. Видишь, как хорошо, что мы ровно на сантиметрик с тобой изначально обрезали наш пояс. И оно легче получается. Теперь твоя задача. Везде по кругу, по поясу накалывать вот так булавки. Где-то на 0,5 на сантиметрик. Фиксируя вот этот верхний срез. И я тебе дальше потом покажу. Сейчас, вернее, даже сейчас покажу, как это дальше делать. Теперь мы вот эту вот часть вот так достаем. Вытягиваем, прокатываем. Вот так вот. Какая-то защипуленка получилась. Знаешь, из-за чего? Из-за перегиба. Из-за плотного дублерина, который там у нас есть. Немножко пошел защипчик. Я думаю, пускай она останется. Он такой красивый. Луквочка у маленькая получилась. Смотри, а что вот с этим углом делать? Мы берем вот так вот. Раз. Я делаю очень медленно. И вот так вот туда его отправляете. А все вот эти швы у нас вверх. Вверх, а это внахлёст. Вверх. Вот этот припуск. Наверх. То же самое, как в юбке мы делали. А этот внахлёст. Я тебе сейчас его наколю. Изначально. А ты дальше пойдешь накалывать. И потом мы пойдем с тобой стричим. И останется у нас только с тобой утюжка и низ. И все. Опять вверх. Потом нахлёст. И вот так. Перед строчкой, после строчкой. Перед швом, после шва. Мы вот так накалываем. И потом ты везде опять вверх. Нахлёст. И за счет вот этой вот булавки она тебя удерживает. Видишь, я даже такое легкое подтягивающее движение делаю. Перед швом, после шва. Теперь только могу её вытащить в булавку. Никак не раньше. Хорошо? И то же самое мы делаем с тобой с этой стороны. Я его выворачиваю. Вот. Да? И мы с тобой тоже вот это выправляем. Какая у нас красивая буква У. Прокатываем вот так. Вот так. И теперь то же самое. Покажу это движение. Оп. Вот туда мы его прячем. Но тут у нас ещё он ещё и вот так завернётся. Потому что мы не дострочили до конца. И уже завершили ту линию. Ну, пускай вот так вот он и будет. И лучше перед тем, как лучше сразу фиксировать вверх нашего пояса. Я там не фиксировала сразу, я могу это руками удерживать. Просто у вас не всегда это получается делать. Ну, вот это с тобой зафиксировали. Да? И то же самое. Вот это. Ну, как я только что тебе показывала. Мы вот так туда прячем. Этот первый припуск мы заворачиваем. А второй внахлёст. Вот так идёт, да? Сейчас его вот так ещё раз тебе покажу. Вот этот туда всё прячем. А этот внахлёстик вот так вот сюда вот. Вот так вот, да? Видишь? Единственное, когда не дострочка, видишь, как он смотрится. Не очень красиво. Просто сразу это не заметил. Ну, хочешь, можно переделать. Так. Вот здесь у нас перед швом, после шва. Обязательно ещё раз напоминаю. Этот верхний припуск вверх, а этот нахлёст идёт, да? Этим мы утоняем наш пояс. И ещё легче всё делаем. Вот так вот. Чуть-чуть подрастягиваем. Но верхний вот этот край должен быть у тебя зафиксированный. И вот сейчас по кругу это всё накалывай. Я тебе потом покажу ещё раз, как строчить. Хорошо? Видишь, какая ты молодец. Что-то так идеально совпал средний швой. Вообще крутяк. Значит, что мы делаем? Мы с тобой вот так вот ставим. Вот так вот, да? Зажимаем. Вот так, да? И ровно в раскол будем строчить. Видишь, она палец так намотала, чтобы она там сейчас... Ничего. Вот тут очень сложно ей пройти, потому что здесь плотнота. Ну, как бы много сложений ткани. Видишь, что я делаю? Я поднимаю, опускаю. Теперь нажимаю назад. Вот, куда она должна пройти. Здесь ей помогаете всегда, потому что ей очень сложно на вот этих уплотнениях. Конечно, можно было бы делать тут как по технологии, наметать, приутюжить с изнаночной стороны, потом прострочить, потом убирать вот эти все выметки, ну, и остатки после вот этих вот намёток, да? То есть, ну, чтобы этого не делать, я вам попроще варианты говорю. Просто здесь вначале чуть-чуть вот, как бы, помогаете. Да, 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 да. Не оверлок, распрошивалку, да. Ага, и вот так вот идёшь, да? И вот так вот я-то могу прострочить, а тебе, помнишь, как серой юбочкой берём, никуда не спешим, качаем себе мышцы на руках, если они у нас ещё супер не накачанные после датынки, да? То вот так вот идёшь и качаешь мышцы себе, да? Тише едешь, дальше будешь. Видишь, какое движение делаю? Вот так я и расправляю, и заодно ей как-то помогаю. Тогда тоже точно с первого раза у тебя получится, вот как вот здесь, видишь, вот, по дну, ну, скажем, перед самим поясом. Хорошо? И так же самое в конце, можешь делать закрепку, можешь без, посмотришь. Ну, если что, позовёшь, я тебе помогу. Потому что, почему я иногда не рекомендую там делать закрепку, она начинает съезжать, переходить, лучше дойти до конца, перетянуть наизнанку эти ниточки, завязать и вправить. Это проще, чем сделать иногда закрепку красиво, ровно. Вот наша пуговичка, да, и наш поясочек. Мы должны будем сейчас пробить нашу петелечку вот сюда. Но, смотри, у нас же тут гульфичек, да, вот он, видишь? И нам надо, чтобы наша пуговичка как-то посерединке смотрелась, правда? Здесь немножко по-другому, нежели в юбках. То есть, вот, значит, от этого места у нас должна идти пробиваться петля для пуговицы. Значит, что мы измеряем вот это вот, да, 3 сантиметра. И тогда мы ровно на полтора сантиметра от края начинаем пробивать нашу петелечку, правда? И теперь измеряем нашу пуговичку, сколько она точно до миллиметра. Вот, ровно полтора сантиметра. И на полтора сантиметра очень красиво получается всё. Понимаю? Вот от начала до конца. А я тут не очень тщательно это прорисовываю. Ты знаешь, давай мы перед тем, как пробивать петлю, сейчас приутюжим с изнанки. Очень плотно. И оно может хуже, да, обмётывать петельку. Вот мы намочили чуть-чуть, вот так, чуть-чуть, да, наш поясочек, только с изнанки, пожалуйста, утюжьте. Вот так, чуть-чуть, до начала, до начала конца припуска, вот так, да. Можете ещё припарить чуть-чуть, если чуть-чуть, буквально совсем, может и не надо парить. Чуть-чуть хотя бы приутюжить, его утонить хоть чуть-чуть. И в обязательном порядке надо убирать, забрать лапоть и придавить. Дай мне, пожалуйста. Он вообще не нужен. И вот так вот придавливаем. Да, фиксируем форму, сейчас пойдём обмётывать петлю. Намечаем, обмётываем петлю. Вот, всё, сейчас оно уже остыло. Вот он сейчас в два раза тоньше стал, чем он был до этого момента, да. Пауза. Дубль два, да, рубль. Ровно посерединке, да, на полтора сантиметра от края, потому что мы хотим, чтобы посерединке гульфика было. И ровно полтора сантиметра наша пуговичка, да. То есть она получается... Да. Тебе главное, даже здесь, вот мне, по крайней мере, не надо больше ничего, мне нужны вот эти вот пересекающиеся линии. Всё. Потому что я сейчас лапку буду ровно по центру пояса ставить. Мне даже всё равно, где я там линию. Мне надо начало и конец, например, сделать. Теперь давай дальше показываем. Включаем. Нажимаем там сзади. Снимаем одну лапку. Миллион видео у меня есть на канале. Ну, не миллион, конечно, штук пять там. Как снять лапку, поставить со всех ракурсов. Как попробовать петлю и всё остальное, да. Вот так вот, да. Мы сейчас тоже частично это покажем, да. И вот так вот мы это делаем. Один раз провернули колесо обязательно в порядке на себя. Да. Теперь смотри, что здесь. В данной машинке мы ставим на петельку. Здесь мы делаем так, посерединке и здесь вот так. Это в этой машинке. Там есть видео с другой машинкой. Если что. И начинаем вот так ставить. Вообще лучше, конечно, машинку попробовать по натяжению, по всему. Сначала на кусочки. Но у нас, по-моему, есть ли кусочек или нет? Вот смотри, я ставлю на первый крестик пересечения, да. И смотрю относительно железные штучки лапки с одной стороны и с другой стороны. То есть вот с этой стороны и с вот этой стороны одинаковые, чтобы были расстояния. И ставлю вот так вот сначала иголку. Вот так вот. Видишь? И хочу всё равно придержать вот эти вот ниточки. Потому что знаю я эту машинку, что она очень любит даже здесь взять и накрутить. Здесь плотно. Ей будет очень сложно. Поэтому давай сейчас вот будем ей помогать. Держать, по крайней мере, здесь руки. Всё, теперь это отпускаем. И я буду сейчас удерживать её. Потому что бывает она как соскальзывает с этого сантиметрового припуска. Где гульфик, где вот молния. Тут прямо целое дело иногда бывает. Смотри, она ещё пропуски делает. Чё это? Значит, будем пробивать два раза. Видишь, она начинает съезжать где-то. Я сейчас уже буду поддерживать, пытаться. Вроде тут вроде ровно всё. Видишь, смотри, я пропуски сделала. Значит, мы автоматом попадаем на такую петлю, которая два раза. Потом, смотри, мы сюда не ставили пуговичку. Помнишь, я говорила, вот тут есть такой рычажочек, на котором петелька нарисована. Вот она. Вот она, видите. И я сейчас на него нажала на себя. И она сейчас будет делать закрепку и пойдёт вперёд на меня. Вот она делает. И идёт на меня. Я очень аккуратно, просто я придерживаю. Вот. Здесь я много не делаю. Раз. Поднимаю. Делаю сброс петли, чтобы она ещё раз пошла. Потому что либо мне надо было сейчас её вытаскивать, распарывать. Но мы с тобой сделаем просто два раза на одном месте петлю. И начинаем опять. Оп. Она сделает закрепку. И вот так вот. И сделай, пожалуйста, торопой. Она не забыла, не забыла, не забыла, не забыла. Ну что, вот справилась она, да? Мы дошли до конца. Делаем стоп. Она делается крепко. И она идёт обратно. Здесь она может бесконечное количество раз в конце делать. Не больше пяти-шести раз. Больше не делайте, пожалуйста. Вот такой культян там. Вот наша стопа петелечка. Да? Получилось. Теперь мы её отодвигаем аккуратненько. Под корень обрезаем все вот эти вот ниточки. Тут нам ничего не надо. Сейчас потом поменяем лапку. А теперь смотри, мы берём с тобой вот так вот. Прокалываем. Посерединке разрезаем её. Только смотрите, волокна не порежьте. Хорошо? Ну вот не волокна, а вот саму нитку обмётки. Заправляем в оверлок нитки. А, в олее там ещё нет. Вот это давай-давай дальше. Да, это самое. Протрёпываем её. И специально протрёпываем даже её лучше на лицо. Ну, на верх изделия, да? С передней стороны, не с внутренней, а с передней, верхней. И вот это вот сейчас всё обрежем. Потому что если это не обрезать, оно потом всё вылазит. И очень некрасиво смотрится. С одной и с другой стороны тоже оно бывает. Не сразу вы можете всё вот это почистить, красиво сделать. Ну, вот, в общем-то и всё. Ну, аккуратненько так. Здесь очень важно, чтобы здесь, допустим, хорошо, что мы чёрный дублерин там поставили или флезелин. А если был бы белый, вот эта белёсость бы тут сейчас тут же вся проступала. И было бы очень некрасиво. Вот это вот. Ну, там близко так не будет. Вот оно так, в принципе, видно. Тут у нас чёрненькая. Здесь у нас всё очень-очень даже хорошо. Так, что теперь? Теперь мы пришиваем пуговицу. Берёшь эту же нитку в иголку, вдеваешь. Сейчас пришлём пуговицу. Вот так я только тебе переверну. Хорошо, чтобы было понятно, чего да как. Смотри. Здесь главное. Видишь, вот эта наша линия на 0,5, то, что мы отходили. Мы должны до неё дойти. Вот так вот, да. Видишь, у нас всё хорошо чётенько подходит. Теперь вставляем иголочку в нашу дырочку. Вот так. Только после того, когда вы дошли. Теперь я её расстёгиваю. Я именно с лица специально оставляю здесь узелочек. Специально. Почему? Потому что мне лучше его здесь спрятать, под пуговицу, чем здесь. Он будет торчать. А теперь в сторону уменьшения талии на 2 мм я вкалываю вот эту вот ниточку. Да? Вот так. И вот так начинаем параллельно, допустим, внизу нашего пояса вот этой линии пришивать в обязательном порядке вот эти вот, в эти дырочки. Они должны быть параллельными. И желательно ещё и параллельно низу пояса. Есть куча способов, там, пришьёшь вот так, будешь богатым. Пришьёшь вот так, вот так, что-то там ещё, там, денег тебе привалит. Так будешь счастливый или ещё что-то красивым. Ну, в общем, не важно. Ну, по технологии, правильно, вот так пришивать. Это я вам покажу фотографию. Вот. А это вот в эту же точечку мы должны будем пришивать с тобой фактически заодно и то же место в течение, ну, максимум 2 мм разницы шириной. Да? И без ножек, без всего такого. Вот, что она тут перекрутилась. Я её переворачиваю обратно. Нам не нужны здесь перекруты. Оп. И она у нас вот так вот легла. Вот легла и хорошо. Да? И теперь в это же место мы прокалываем. Видишь? И тогда вот сюда я ставлю. Даже несмотря на то, что здесь 4 дырки, я буду всё равно в 2 дырочки с этой стороны пришивать. То есть так лучше будет, так качественнее, красивее. Но не за миллиметр, а за 2, например. Не надо здесь звёздочки, там, какие-то узорчики делать, там, я не знаю, там, крестики, нолики. Вот желательно, чтобы это было вот так. То есть вы должны 2 мм максимум желательно пришивать. И вот так сейчас поворачиваем. И вот так смотрим. Видишь, я там вкалываю вот так. А здесь вот так вот смотрю. Вот. Видишь, куда она приходит в итоге. Сейчас первые 2 раза самые сложные. Дальше будет уже полегче. И вот так. Оп. Да? Теперь тоже. И вот каждую из дырочек мы должны где-то по 5 раз попасть. И здесь ты её не перекручиваешь. Видишь, она хотела перекрутиться, её не перекручиваешь. Да, сложно пришивать, но зато очень красиво. И вы когда понимаете, как вот это надо пришивать, вы пуговицы всегда мне так пришиваете. Кроме пальто и жакета, где нужно будет делать на ножки. Это отдельное видео. Смотрите на ютубе. Там всё это будет. И вот так вот. Вот сюда. Оп. Зажали. Да? Оп. Так вот. Поставили. Да? Оп. Да? И вот давай ещё по 4 раза в каждую из дырочек. Ну, по 3 раза. Да, по 5. Уже по 2 раза есть. Ещё по 3 раза в каждую дырочку. И потом я покажу тебе как. Да, паузу. Молодец. Хорошо сделал. А, ты уже даже завершила? Намотала? Намотала. Ага, значит, что сделала Маргарита? Да, молодец. Она взяла вот так. Намотала вот так 3-4 раза. Затянула аккуратненько. Да? Этого я не сделала. А как ты тогда сделала? Я просто проделала вот так и всё. На изнанку? Да, вот так вот просто проделала. Вот как вот сейчас иголка стоит и всё. А, то есть ты вот это не делала? Я запыла вообще. Давай сейчас вот эти 3-4 раза. Да? Вот. Вот так вот. Да? Очень аккуратненько. И вот так вот смотри. Чтобы она сейчас там, где не надо нам петелька не сделалась, я её сейчас вот так поджимаю. Вот так. И потом вот так зажали. Да? И потом выводим эту петельку вот сюда вот. Не обрезаем под корень, потому что это бесполезно. Бывает даже, что я ещё иногда за саму вот эту вот, за эти сами нитки зашиваю. Прошиваю. Так лучше закрепляю, что ли. Но это если получать. Здесь так целый колтюн уже. Поэтому не надо здесь ничего. Да? И мы вот так вот между тканями, вот так вот. Видишь? Вот я проверяю. Так вот протаскиваем. И всё. Вот. И обрезаем. Никогда под корень сразу, где вы пришивали, нельзя обрезать. Оно будет распарываться. Вот. Ну, теперь пробуем. Застёгиваем. Да? Застёгиваем нашу пуговичку, которая хорошо прошла. Смотрите, какая красота. Да? Пуговичка ровно посерединке. Здесь всё чётко, как мы планировали стало. Всё. Теперь у нас осталось чуть-чуть приутюжить. Потому что очень хорошо смотрится сюда, да? Пуговичка. Зачем нужно было именно вот так вот пришивать параллельно низу пояса? Потому что вы когда расстёгиваете и застёгиваете, видишь, у тебя, и когда в процессе носки, очень легко стянула, у вас вот это движение идёт. Вот это, видишь? И значит, у тебя дольше будет жить твоя пуговица, потому что перья сикаются и пытаются перетереться все четыре нитки. Ну, даже не четыре нитки, а вот эти вот боковые нитки. А если ты ставишь вот так вот, у тебя получается, ну, перетираются все четыре. Поэтому всегда параллельно низу вот этого вот шва пояса. Хорошо? Сейчас идём утюжить все швы и одеваем. Я тебе закалываю низ, прошиваем низ и всё у нас готово. Начинаем приутюживать и заутюживать наши выточки. Так, и вот так вот мочили. Видишь, как я положила её чётко на ребро, да? Теперь смотри, я буду приутюживать ни в коем случае не дальше, чем последний стежок на самой вот этой выточке. Я сначала приутюживаю. Видишь, дальше мне ничего не пускает. Я туда не иду. Сначала я приутюживаю, а потом мы их будем с тобой заутюжить. Смотри, даже на миллиметр дальше не заутюжь. Потому что бывает, вот эти кончики остренькие ниже выточки невозможно потом отутюжить. Ну, как складочка, так и на всю жизнь и остаётся. И так же само. Вот видишь, одна вот приутюженная, а эта не приутюженная. Смотри, как она смотрится. Совершенно по-другому. Вот. И эту же, в эту же сторону. Ну, пока мы просто приутюживаем и сейчас потом заутюжим. Так вот, да? Видишь? Сразу расслабляется эта ткань. Мы с тобой ещё забыли. Ещё раз надо прострочить по среднему шву. По задней половинке, по передней половинке. Иначе это будут очень некачественно брошитые брюки. Хорошо? Здесь есть кусочек, где в два, в две нитки, да? Тут чуть-чуть лёгкую коррекцию надо сделать. И обязательно, насколько сейчас подлезешь, обязательно строчи здесь строчка в строчку. Хорошо? Это просто надо было до присоединения пояса. Мы, видимо, с тобой успешили. Так, теперь одеваем вот так. На колодку. Вот так вот ставим. Мы сейчас естественным образом всё к центру зада. Например, да? Ну, не например, а так и должно быть спрятать. Ну, если не по модели, там, к боку или ещё куда-нибудь там. Да? Вот смотри, вот так. Мы уезжаем и заутюживаем. Не переживаем там по поводу лас. Если что, мы сейчас их уберём. Сейчас пока утюжим и сутюживаем вот эту нижнюю часть вытачки слабину. Это я под взошла и пытаюсь убрать ласы, если они сейчас уберутся. Сейчас посмотрим. И вот фиксируем где-то минуты-две, желательно, чтобы полежал вот так лапать, чтобы полностью здесь всё остыло и схватилась форма сутюживания низа вытачки. Хорошо? Так же самое сейчас сделаем вторую. Так, мочим вот так вот, да? Так, вот. Всё то же самое делаем. И заезжаем вот так. Сейчас мы ещё посмотрим, как она выглядит уже в готовом отутюженном виде. Видишь, тут остаётся след. Я сейчас пытаюсь его приутюжить. Может, достаточно одного утюга. Может быть, надо будет потом мочить и убирать. А вот это вот надо сутюжить. Пробегом лаптём и опять ждём. Хорошо? Вот всё хорошо у нас. Мы уже померили брюки, насколько нам нужно обрезать их. Смотри. Вот, 13,3. Одна брюченка. Сейчас посмотрим. И вторая. Видишь, я даже тут ничего не рисую. Я просто их вот так вот загибаю. Ну вот, выправляю, чтобы они ровно... О, смотри, это как-то жизнь. Чего-то там, чего-то там. А мы что, подгибали на тебя уже? Да? А, область не очень оттюжена была, поэтому... Ну, в любом случае, опять вот делаем. Здесь типа ровно 13. Ну, грубо говоря, 13 сантиметров нам нужно обрезать. Я мерила чётко до пола. Чётко до пола, да не за пятки. И сзади пятки вот это вот мы зафиксировали. Да? А это у нас что была? Видимо, длина, да? Плюс 10 сантиметров. Это для первой выкройки. Мы всегда делаем такие вот. И сейчас мы сложим одну штанинку в другую штанинку. Да? И... А, кстати, мы можем вообще здесь ничего не вкладывать. И как классический подшип внизу брюк вообще на это не заморачиваться, потому что у нас с тобой одинаково кроились обе брючинки. Поэтому поприже становись. И мы с тобой сейчас вот так накалываем шов ко шву. Да? Одну брючину наложили. У нас же одинаково всё было раскроено. Сейчас одинаковые брюки, всё в порядке. И мы берём с тобой... Нет, уже даже эти не были. Меточки. И нам здесь не надо вообще ничего такого. Потому что когда всё кроится одинаково, мы можем просто от низа брючин уже ставить все моменты. Но у нас с тобой ближе к классике же брюки, да? Поэтому мы будем, наверное, с тобой 4 сантиметра припуска давать, обмётывать и подшивать потом вручную. Хочешь, можем прострочить на машинке. Как тебе заблагорассудится. Значит, вот я уравниваю вот эти срезы в обязательном порядке. Закалываю вверху вот так вот этими булавочками. Да? Вот. Видишь, вот эти точечки. Вот. И внизу вот так, да? Чтоб оно не ехало ничего. Ты лучше... Больше у нас будет съёмок вот этих подшивок внизу брюк, тем больше вам легче будет разбираться вообще в разных совершенных нюансах. Там вот этих брюк и юбок. Значит, что мы делаем с тобой? Мы берём ствой и отмеряем по задней половинке 13 сантиметров. Тут что-то 12 сантиметров было. Ну вот мы посадку сделали. Сейчас только что посмотрели. Ну тут на одном уровне, в общем-то, да? Мы сейчас смотрели 13,3 и 13. Вот 13 сантиметров. Это задняя половинка. Теперь мы можем либо по ровной обрезать, либо чуть-чуть переднюю поднимать. Но как это узнать? Мы берём нашу линейку и ставим под наш отутуженный шов. И этот шов под прямой угол нашего стола. Тогда мы видим на каком уровне, что у нас здесь происходит. Вот. И теперь вот ровный прямой угол по линейке, по шву и по столу. Только не сдвиньте ничего. Вот если ровно откладывать. Теперь я от стола измеряю. Только не сдвиньте ничего. Ровно 15. И вот здесь ровно 15, да? Это вот одинаковый низ. А мы можем тебе чуть-чуть переднюю сейчас завысить, чтобы комфортнее, удобнее. Ну, как типа по классике, как мы делаем. И это у нас будет передняя половинка, да? Вот. И мы вот так вот сводим основную нашу линию. Вот так. Наискосок, да? Да, чуть-чуть наискосок. Я думаю, хорошо, иначе будет перейти сильно большой складкой. Они у нас же не прям зауженные и не прям суперширокие, да? Вот. И ровно вот так на 4 сантиметра. Можем на 2, наверное, на 3. 3-4 сантиметра подшив низа брюк идет классический. Ну, вообще, по классике там должно быть ровно 4 сантиметра. Но у нас они ближе к зауженному. Ближе к такому, может быть, даже спортивному стилю. Поэтому мы с тобой сейчас берем и обрезаем по этой линии. Да? Вот так вот. Только вот здесь не по ровной, а чуть-чуть надо сплавнить. То есть в итоге, когда мы их подошьем, они, ну, почти на сантиметр. На 0,7 будут чуть выше, чем задняя половинка. А задняя, если сильно острая, как в мужских брюках, мы делаем прямой угол. И от прямого угла по задней половинке вниз на 1 сантиметр, а по передней вверх на 1 сантиметр. Получается очень острая линия. Здесь скругляется вот эта острая линия. И здесь. У нас сейчас другой тут. Я просто тебе сразу же объясняю, как, допустим, это делается в других брюках. Надеюсь, тоже мы их будем подшивать и выложим видео на ютубе. Вот. А теперь твоя задача переворачивать и со всех четырех сторон наметить ровно 3 сантиметра. Или выбираешь вот эту линейку, проверяешь, что ровно ли тут 3. Ну, вот ровно 3. И вот так вот ставишь под край, только тоненьким мылом надо найти. И вот так вот чертишь. Да? Ну, получается шире. Видишь, на 1-2 миллиметра. Потому что здесь даже вот максимум 3. Значит, нужно найти еще уже линейку на 2,8. Этот широкая. Где-то 2,8 у меня. О! Вот эта линейка супер. Вот. 2,8. И вот так ставишь линейку на 2,8. И ты будешь ровно на 3 сантиметра проводить линию. Видишь? Вот она. Вот теперь точно все будет хорошо. Вот, смотри. Вот она. Видел? Хорошо. И теперь вот так отворачиваешь. И здесь проводишь 3. И здесь. Ну, здесь можешь провести. Ладно, я сейчас уже полностью покажу. И сейчас отобьем. И идем на верлок обметывать низ. Только когда обметываем, смотрим, в какую сторону заворачиваются все вот эти вот припуски. А теперь смотри, переворачиваем. И делаем, стучать будем. Пожалуйста, тебе. Да? Да, просто. Да? И это самое. И идем обметывать с лица. Смотрим внимательно, куда заутюжены вот эти вот шовчики. Закалываем их булавочками. Пальцу обметали. Наметали на 3 сантиметра вот так. Приутюжили с изнанки и вручную с напуском подшили. Или на 2 с половиной или на 2 сантиметра делочную строчку. И все. И носим, наслаждаемся, балдеем. Хор. Чтобы обрезали брюки, да, обметали срезы. И сейчас приутюживаем перед тем, как мы, ну, два варианта. Либо с ручку отделочную давать, либо вручную подшивать. И мы с тобой вот будем сейчас утюжить до начала оверлака. Просто вот, только, конечно, желательно с паром. Или лучше даже не с паром, а с укварчиком, чтобы плохо. И вот так вот. Вот так чуть-чуть. И приутюжили. Перед тем, как идти строчить. Легче будет строчить. И до начала припуска. Хорошо? И вот так поворачиваешь, поворачиваешь, поворачиваешь. По кругу, по кругу, по кругу. Вот так вот. И все. Вот так вот. Да? Чуть-чуть, но бы не утюжить. Вот буквально чуть-чуть. Хорошо? Делать отделочную строчку. Смотрим, что начинаем ее с шагового шва. Не с бокового, чтобы было видно. А с шагового. У нас с тобой 3 сантиметра. Значит, мы смело можем на 2-2,5 делать нашу отделочную строчку. Смотри, здесь мы сделали 4 миллиметра стежок. А здесь вот давай так вот, наверное, и поставим. Миша, я говорю, что я не рекомендую начинать сразу с бокового. Давай хоть чуть-чуть там отойдем. Буквально два стежка намотали ниточку на пальчик. Или один хотя бы, да? И начинаем ехать. Всегда строчим только по лицу. Всегда. Только по лицу. Никакой изнанки мы не строчим. Вот. И направляешь. И твой взгляд всегда, что вот это край ткани, вот к этой речке. Хорошо? Больше ты никуда не смотришь. Вот тут расправляешь. И вот такое движение делаешь. Вот так расправляешь. И смотришь, чтобы вот эта ткань была четко по краю вот этой дужки речки. И все. Боже, ничего тебя в этой жизни не интересует. Дошла. Иголка внутри. Опять поменяла. Хорошо? Можно по кругу четко в это место же прийти и завязать ниточки. Можно делать закрепку. Да, лучше завязать нитки. Ну, лучше завязать. Ну, да. Чтобы такой красивый классический низ был. Видишь? Вот. Все. Очень хорошо. У меня одна рука здесь, а другая вот тут на маховом колесе. Чтобы можно было остановить. Да, если что, остановить. Если ты сможешь вот так вот, то вообще будет очень хорошо. Хорошо? Все. Прошу. Почему здесь... Вот так присобралась. Потому что ты когда мало того, что распределяешь, у тебя получилось, что чуть-чуть зауженная брюченка. И чуть-чуть стянулся там оверлок, наверное, когда ты обметывала. Нам нужно было просто вот так распределять. Поэтому я сейчас тебе вот покажу, что можно сделать. Мы сейчас с тобой берем, вот так поднимаем вот эту ниточку. Сейчас я тебе ее сманипулирую. Вот тут дальше она уже... Вот видишь, начала фалда так забегать. Вот где-то вот с этого момента. Девочки, здесь, кстати, вот отделочная строчка низа. Очень важный момент. Видите, как пошло? А что с этим делать? Приутюжилась. Ну да, стянулась и пошла фалда. Такая понизу брючина. А это нельзя делать его, как на юбке? Вот мы делали, что вот скошенный такой край. Вот, видишь? Ты просто же чуть-чуть подрастянуть, когда строчить будешь. Просто вот этот припуск вообще нужно было изначально приутюжить сначала, а потом заметывать посерединке. Я не успела этот момент тебе сказать. Это моя вина. На самом деле. Так, смотри. Вот это вот. У нас всегда даже, знаешь, как идти. Строчка – утюжка. А верлок – утюжка. Тогда вот таких моментов не будет. Видишь, я перетянула все нитки на изнанку. И теперь, смотри, вот так вот ставлю. Сейчас попаду в эту же точку. Нам нужно так попасть, чтобы четко, как будто у нас непрерывная строчка была. Вот, оп, мы ее поставили, да? И помните, мы это самое… Вот, видишь, я ее вот так. Разравниваю ткань. Разравниваю ткань, просто разравниваю. Эти ниточки придерживаю два раза хотя бы по стежкам. Все, чтобы они там не накрутились. И вот начинаю. Такое может быть, даже если ты все это и предусмотрела, то, что я сейчас сказала, такое может случиться всегда на самом деле. Просто нужно уметь вот ее манипулировать. Видишь, мы вот так берем, вот так, как будто бы как подрастягиваем. Вот, да? Вот, и эти ниточки сюда вниз. Главное, здесь никуда не спеши. Вот, видишь, все, нет никакой фалды. Если ты видишь это изначально, особенно, когда вы юбки полусолнца-солнце сострачиваете, то же вас всегда может такое ждать. Вы сразу же разравниваете. Вот, смотри, мы четко, я чуть подрастянула, чуть-чуть. Потому что тянем мы вот так сильнее. А этот чуть-чуть я больше как даже распределяю. Все. Все. Теперь мы эти нитки все перетягиваем на изнаночку. Вот, видишь, строчка твоя. Все, великолепно. Отлично. Прогорит. Отлично. Все. Переправляешь, заправляешь, два-три раза завязываешь, между тканями протаскиваешь. И убираешь наметку. И опять идем утюжиться. И твои брюки готовы. Я тебя поздравляю. Мочим до начала оверлока. И вот так вот, только включенным чуглом с тобой. Не, она так холодная. Да, вот так смотри. Можешь на оверлок зайти, видишь, но дальше оверлока ни в коем случае не заходи. И вот так аккуратненько, аккуратненько по кругу утюжим, особенно вот эту часть припосаживая. Ну, вот так просто утюжим. Но ни в коем случае не переходи за край оверлока. Хорошо? И обязательно мы лаптем все фиксируем. Видишь, я тут где-то 10 сантиметров утюжу. Вот пока она не остынет, потом ты поворачиваешь, поворачиваешь, поворачиваешь. И по кругу вот это все утюжишь. Давай лапоть. А лапоть мы кладем его вот так. Или, ну, короче говоря, вот так. Вот. И прижимай. Оно когда остывает, схватывается вот эта форма. И туда вот эта с утюжкой идет. Хорошо? Давай.